коллеги добрый день мы рады приветствовать вас на очередной 14 уже по счету проектной среде и тематика у нас будет очень интересная сегодня мы будем говорить о очень такой весенней летней теме о теме выживания только не в лесах не в полях а выживание в строительном проекте и с точки зрения заказчика проектировщика и строителя а дальше передаю слово моему коллеге кириллу кузнецову нашему постоянному и уже любимому ведущему кирилл прошел спасибо николай добрый день коллеги спасибо всем кто к нам подключился спасибо всем кто смотрит нас записи сегодня у нас действительно мы возвращаемся к нашей к нашему традиционному модельному примеру проектного управления стройка инвестиционно строительный проект и а сегодня проектная среда необычная еще и в том что темы ее подсказали наши слушатели это произошло первый раз я надеюсь это станет обычной практикой у нас будет три доклада по нашей традиционной схеме люди процессы технологии но сегодня по направлению люди мы послушаем доклад коллег с опытом проектирования здания сооружений по направлению процессы с опытом строительства а по направлению технологии посмотрим на весь процесс с точки зрения заказчика но прежде всего я хотел бы передать слово президенту савнет александр самуловичу топбу александр самулович вам слово добрый день спасибо 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 кирилл добрый день здравствуйте уважаемые коллеги я очень рад приветствовать вас на очередной регулярной и уже как коллеги говорят 14 среде я правда думал что она 13 хотел как раз как то это с вопросом выживания связать пошутить на эту на эту тему но видимо не судьба и хочу сказать что действительно проектные среды стали уже саморазвивающейся такой структурой таким событием когда действительно наши слушатели предложили интересные актуальные и очень нужные темы темы связанные на мой взгляд с совершенством управления проектами в отраслевом аспекте то что на мой взгляд уже давно назрела вообще в мировом управлении проектами в управлении проектами долгие годы идут дискуссии о том насколько это единая единый подход к управлению как говорят наши коллеги западные от шоу-бизнеса до rocket science но как бы в этом при таком подходе отраслевая специфика где-то уходит на второй план но поскольку несколько предыдущих десятилетий проект не управление развивалась именно вот в такой парадигме то на мой взгляд несколько лет назад может быть 10 лет назад назрела необходимость эту парадигму несколько изменить и обратить внимание именно на совершенство на компетентности в отраслевых проектах и здесь конечно самое достойное место занимает строительство строительство из которого собственно из организации строительства во многом современную проект управление проектами родилось и здесь есть очень много интересного нужного важного и вот коллеги сегодня действительно с разных сторон расскажут о разных аспектах этого вот этих компетент этой компетентности этих инструментов этого совершенства несколько слов о том что мы как ассоциация российская ассоциация управления проектами совнет мы тоже и наш основатель был гидростроителем строителем гидротехнических сооружений по своей основной специальности владимир иванович варапаев другие коллеги ну понятно что прошедшие десятилетия очень много было внимания развития в области информационных технологий но вот с приходом в совнет таких людей как максим олегович гришин которых ну я не знаю максим олегович у нас есть он подключен я бы ему потом слово предоставил с вашего разрешения пока не подошел тогда я скажу несколько слов а он может быть потом потом добавит мы как совнет тоже обратились повернулись решили как бы вместе вот с максимом олеговичем с кириллом кузнецовым другими коллегами обратить внимание к строительству мы продумали есть идея вот максим олегович ее драйвер это создание некой структуры которую мы назвали институт современного управления строительными проектами и хотим чтобы вот такой институт если он будет создан носил имя нашего основателя владимир ивановича варапаева и вот кстати об этом я уже об этом рассказывал на семинаре в очном таком по комбинированным вернее по планированию строительных проектов который прошел в ноябре в аналитическом центре при правительстве российской федерации и вот максим олегович с нашим докладом совместным выступит на конференции которая состоится в санкт-петербурге 25 мая посвященная пакетированию подходу к пакетированию работ в строительных проектах и я призываю всех коллег которые действительно заинтересованы в такой совместной работе вместе с нами так сказать постараться что-то такое сделать что позволило бы нам всем как бы продвинуться дальше именно в повышении качества строительных проектов в обеспечении того чтобы коллег интересовало не только и не столько выживание в строительных проектах сколько успех достижения реального успеха в котором заинтересованы все спасибо спасибо Александр Самулович действительно ждем всех очно 24 мая в среду в Петербурге практически на вечных ночах на конференции по пакетированию по применению пакетного узлового метода в организации строительного производства анонс размещали и в чате и на сайте совмета и я хотел бы особо поблагодарить совмета Александра Самулович Товба за поддержку в этом нашем начинании ну а теперь к докладам первый доклад да ребята добрый день еще раз первый доклад так у кого-то микрофон по направлению люди которые сегодня у нас про организацию проектирования зданий сооружений Максим Виктор вам слово как выжить проектировщику да коллеги добрый день меня зовут Максим Раевских я операционный директор компании Эггерт Групп я сегодня буду представлять Эггерт Инжиниринг всех приветствую и хочу поблагодарить за возможность выступить меня зовут Виктор Перов я автор системы Перформа как раз вот Максим поделится опытом как применение нашего инструмента помогло при развитии бизнеса проектирования вот сейчас сейчас мы откроем слайды как видно коллеги видно все отлично ну хочу сказать немного слов о нашей компании Эггерт Инжиниринг это проектная компания которая предоставляет услуги по проектированию наше основное направление это технологическое наше основное направление это технологическое проектирование раздел ТХ и сейчас активно мы развиваем направление генерального проектирования с 2021 года Вот, то есть компания появилась в 2014 году, разделилась она на Эггерт Групп, Эггерт Проект, Эггерт Инжиниринг в 2021 году, и сейчас мы продолжаем активно развиваться. Изначально компанию создали три человека, Тридин и Мышинка, которые создали компанию по проектированию и двигались в течение пяти лет в том же самом ключе, что и в начале. То есть хотелось развития, но в принципе особых успехов не достигали. То есть это была маленькая уютная компания, которая не знала, каким образом увеличить оборот и масштабироваться. В 2019 году пришло понимание, что нам необходимо следить за метриками компании, за проектами, за маржинальностью, за оборотом, за прибылью, и мы начали искать решение, которое бы нам помогло. То есть основными нашими проблемами были бухгалтерская отчетность, мы приравнили к управленческой отчетности, что было неверно. С 2014 года также уменьшалась маржинальность на рынке проектов. Все сотрудники были загружены, но прибыль была минимальной, и нас постоянно ожидала угроза кассовых разрывов. Для того, чтобы выйти из этой ситуации, мы начали искать решение. Решение мы нашли. Так как мы находились на рынке в сфере коммерческих услуг и в сфере профессиональных услуг, нашим основным ресурсом – это были наши сотрудники и их время. То есть для нас основной метрикой – это была утилизация рабочего времени наших сотрудников. В момент, когда мы начали вести отчетность, мы увидели, что наши показатели, они намного ниже, чем в среднем по рынку. Из этого наша прибыль находилась около ноля. И для того, чтобы увеличить прибыль по проектам и операционную прибыль, в принципе, по компании, мы начали искать рабочее приложение, которое позволило бы нам следить за этими метриками и улучшить наши показатели. И мы нашли такое решение в виде программы «Перформа». С помощью этой программы мы смогли следить за утилизацией и планированием персонала, смогли точно определять и следить за тем, как сотрудники разносят трудозатраты по проектам с помощью таймшитов. То есть для нас важным было, чтобы мы отличали между собой табели учета рабочего времени по проектам от табели рабочего времени кадровой учетности. Также в помощи программы мы смогли разнести расходы по проектам детализированно, для того, чтобы отследить рентабельность каждого проекта. И оперативно отслеживать убыточный и прибыльный проект. Исходя из того, что у нас было, то есть у нас было 60% утилизации рабочего времени наших сотрудников, в настоящий момент мы достигли показателей 75%. Это в сфере услуг довольно-таки хороший показатель. Также благодаря отслеживанию наших проектов мы смогли определить те сегменты проектов, которые у нас были неприбыльными или которые приносили 5% доли прибыли. Мы переспределили наши ресурсы на другие сегменты и увеличили тем самым прибыльность наших проектов. Качество планирования у нас улучшилось. То есть если до введения и внедрения программы Performa мы делали это все в Excel, на бумажке, то и не все проекты. То в настоящий момент мы планируем все 100% проектов и определили, что 80% проектов в пределах рентабельности, 10% проектов у нас ниже рентабельности. На основании метрик, которые мы получили в программе, мы принимаем теперь решения на основе финансовых данных, данных по рентабельности проектов и данных по утилизации рабочего времени. Также, так как мы находимся в рынке и мы полностью коммерческая организация, для того, чтобы нам не выставлять высокую стоимость наших проектов, мы должны постоянно следить за нашей утилизацией, для того, чтобы постоянно оставаться в рынке, для того, чтобы постоянно заказчики были с нами на короткой ноге, постоянно давали нам заказы и мы могли в них участвовать. Также, благодаря Перформе, мы смогли собрать вместе в общую систему, так как Перформа встраивается, имеет возможность встраиваться в общую систему, то мы смогли с помощью Перформы объединить бухгалтерскую отчетность кадровой системы и ЦРМ. Спасибо. Слово передаю Виктору. Сейчас я пробегусь по основным моментам по системе Перформа, расскажу буквально 3-5 минут. Как сказал Максим, наша система, она встраивается в IT-инфраструктуру компании, она интегрируется с бухгалтерской отчетной, с кадровой системой, также можно сферировать с ЦРМ-кой компании и получать общие данные по компании, в том числе управленческой отчетности, на основе отчетности по каждому из проектов компании. Сам процесс запуска системы основан на том, что все-таки в компании должны быть выстроены основные процессы базовые, связанные с управлением проекта. Это процессы связаны с ценообразованием, с оценкой прибыльности проекта, как мы считаем ее, и то, что немаловажно, это эффективность сотрудников компании, как она считается, как она отслеживается. И очень важный момент при формировании правительственной отчетности – это наличие базовых процессов. Если пройтись по основным, то это нормирование ставок, оно является базой, то есть как посчитать стоимость человека часа, от чего она зависит, как она меняется. И все отчеты, по идее, они актуализируются от фактической стоимости сотрудника. То есть у нас в начале года есть плановая загрузка сотрудников, утилизация, есть потом в конце года фактическая. И необходимо, допустим, все бюджеты, всех проектов, их актуализировать на основании фактической загрузки, чтобы получить фактические затраты по проекту. Очень важный момент – это заполнение табелей. Большинство компаний делает это в Excel, в Google таблицах, либо есть специальный сотрудник, кто это делает регулярно, раз в неделю. Здесь нюанс, что точность данных, качество данных в системе очень сильно зависит от заполнения табелей, регулярного и корректного. Ну, например, один сотрудник в среднюю неделю у компании, допустим, стоит 40-50 тысяч рублей. То есть если у нас 5-10 сотрудников не заполнили табели, либо заполнили их неправильно, то эти затраты либо они в системе не отображаются, либо они отображаются некорректно, а это, соответственно, влияет на бюджеты всех проектов, бюджет компании в целом. У нас очень важный момент – это система ТАН-счетов, их регулярное заполнение и контроль. Третий, наверное, базовый принцип – это планирование проектов и их регулярное обновление. То есть мы вместе с заказчиком вырабатываем форму плана, соответственно, по этой форме все проекты компании планируются и регулярно обновляются. Допустим, у вас проект удлинился, или у вас появились доп. работы, или какая-то часть проекта изменилась, что-то необходимо все эти планы актуализировать. И, соответственно, на основании планирования проектов автоматически происходит планирование персонала, то есть вы знаете, сколько сотрудников вам нужно на текущие проекты, сколько вам нужно сотрудников будет в перспективе полгода-год, и можете моделировать различные сценарии, когда какие-то проекты дополняются, какие-то останавливаются, да, и смотреть, как это влияет на количество персонала в компании. Ну и, соответственно, автоматически считается эффективность загрузки персонала, то есть сколько сотрудники работают на проектах компании, а сколько они занимаются обучением, может быть, системным качеством, продажами и так далее, внутренними проектами компании. Вот это все необходимо выстроить для запуска управленческой отчетности на этапе интеграции. Наша система отличается от больших, таких как САП или Примавера, тем, что она довольно проста в администрировании, то есть не требуется какой-то большой штат сотрудника, который будет администрировать достаточно финансового контролера с опытом пару лет, опытом работы пару лет. Наши заказчики – это небольшие компании от 20 сотрудников, у которых основные затраты – это фод, да, когда есть основные затраты – фод, и параллельно идет несколько проектов. Соответственно, необходимости в этих компаниях разнести фод по проектам, и мы все знаем, да, что проекты, они могут то начинаться, то останавливаться, то удлиняться, вот, и когда там уже, условно, можно растить человек, очень сложно понять, какие сотрудники, где работали, вот, а когда проект растягивается на несколько лет, то вообще вспомнить там, что было в том году, это очень сложно. Ну и, в принципе, наша система, как говорил Максим, она дает, показывает информацию, это на самом деле обычный инструмент для руководителя проекта, то есть у него появляется инструмент, он может видеть, насколько эффективно он управляет проектом, то есть удалось ли на этом проекте заработать компанией денег, да, совпали ли фактические затраты с плановыми, если не совпали, то почему, да, какие сотрудники работали, сколько часов было потрачено, какой размер фото, какой размер подрядчиков, вот, и, соответственно, исходя из этого, можно смотреть информацию по проектам, по проектам, по группе проектов, по, допустим, менеджеру, который ведет, посмотреть его эффективность, насколько он компании переносит деньги или убытки, вот, все эта система позволяет делать, и, ну, как результат, она дает компании некую прозрачность, то есть если у вас компания прибыльная, логично, что у вас процессы выстроены, все хорошо работает, и вы, допустим, ну, или убыточная, да, то есть что-то барахлит, вы, соответственно, можете спуститься на несколько уровней ниже, вы можете увидеть в разрезе проекта, в разрезе подпроекта необходимую отчетность, ну, кэшфлой и ПНЛ, да, то есть компания складывается из кэшфлой и ПНЛ подпроекта, то есть, допустим, там, эскизного проекта, стадии П, рабочие документы, авторского надзора, вот, и вы можете понять, какой проект, какую, какой вклад внес вообще в бюджет компании, в ее рентабельность, в ее эффективность, и посмотреть детально, в чем проблема, и понять, где у вас основные, наверное, там, сложности и убытки. То есть, по факту, это инструмент, который вам показывает в деньгах эффективность работы вашей компании, эффективность процессов, то есть он не делает вашу компанию прибыльной, он не решает какие-то, там, сложные задачи, там, связанные с управлением проекта системы качества, это лишь инструмент, с помощью которого вы можете поставить, там, диагноз, там, по проекту, по компании, по, там, группе проектов, по планированию, вот, не более того. Система у нас основана на 1С, она интегрирована в 1С-зуб, и в 1С-бухгалтерию, соответственно, у вас всегда есть первичные данные из этих систем. И это, с своей стороны, дает возможность контроля, насколько качественно бухгалтерия и отдел кадров заполняют данные системы, потому что, если вдруг какие-то, там, есть неточности, или, ну, часто, допустим, кадровики формально заносят информацию по должностям, по каким-то переводам, вот, и проверить это практически невозможно, или нет необходимости в этом. Вот, и то же самое в бухгалтерии, да, там тоже есть ряд справочников, ряд каких-то действий. Наша система, так она основана на 1С, она делает прозрачным кадровый учет, делает прозрачный бухгалтерский учет, вот, и не заходя в эти программы, вы можете увидеть качество информации, качество данных в этих программах, и тем самым отрегулировать процесс более качественного внесения информации там, бухгалтерии и отделом кадров. Все отчеты выгружаются в Excel, либо в виде дашбордов, соответственно, вам нет необходимости заходить в 1С, вы можете видеть в Excel, либо в виде дашбордов, и делать различные модели по развитию там ситуации в компании. Вот, в принципе, с моей стороны все. Если у вас есть какие-то вопросы... Спасибо, ребят, вопрос появился, обратите внимание на чат. Я хотел бы поблагодарить вас и открыть маленькую тайну, собственно, вот с коллегой с Перформы, и случилась эта проектная среда. И я надеюсь, что подобные инициативы будут и дальше. Мы обсуждения, как обычно, переносим в конец, но я хотел бы обратить внимание, наверное, Александра Кольфукова. У вас микрофон включен, наверное, его уже можно выключить. Спасибо. Александр, ты с нами? Да, с вами. Кирилл Брестов. Привет. Слушай, мы много говорим про софтовые навыки, в том числе РП. И как-то уходит из поля зрения, что софтовые навыки имеют свою хардовую оборотную сторону. Четкое планирование и действенный учет. Расходы... Мне не очень нравится утилизация рабочего времени. Какой-то термин нужно здесь подобрать. Противо, придумаю. Мне кажется, над этим стоит здесь подумать. А, ребят, микрофон. Сейчас. Вот, Александр. И давай подумаем. Мне кажется, здесь стоит посмотреть внимательнее, чтобы софтовое направление не оторвалось от земли и не стало благими намерениями, фантазиями. Но это... На будущее. По горячим следам. Мы еще поговорим об этом, когда закончим. Спасибо ребятам за хорошую идею. Еще раз попрошу обратить внимание на чат. Там интересное замечание. А мы перейдем ко второму докладу. Я очень рад представить здесь Антона Шабунина с докладом по... Ну, по сути, по новому методу организации строительного производства. А на самом деле, как мы уже обсуждали, это новый метод, как справляться со сложностью. И мне... Вот, слушая первый доклад, у меня возникло такое ощущение, что, говоря об утилизации рабочего времени проектировщика, ребята на самом деле говорили про пултайм. Ну, вот, в своих декорациях. Слово тебе. Да, добрый день, коллеги. Хотел сегодня рассказать об одном из наших опытов, проектов. Собственно, как организовано планирование и ведется учет выполненных работ и вообще организация процесса уже на стройплощадке. Сейчас я, наверное, видео выключу и запущу презентацию, чтобы здесь... Так. Так видно, да? Нормально? Да. Вот. Собственно, один из наших заказчиков, ну, как, наверное... А может быть, ты пару слов скажешь? А я сейчас небольшое хотел сказать. Давай, давай. Многие из нас, естественно, в курсе некой стагнации производительности в строительстве. И один из наших заказчиков, собственно, крайне, как генподрядчик крупный в промышленном строительстве, крайне заинтересован в увеличении выполнения тех объемов строительных работ, которые он выполняет. И, собственно, здесь мы организовали процесс такой обследования текущих процессов, как организовано планирование и учет, какие там есть вопросы, какие есть там сложности, собственно, где есть там информационные разрывы. Мы провели хронометраж рабочего времени, о котором сейчас Кирилл говорил. Это, собственно, измерение полезного времени. Ну, тоже о нем немного там подробнее расскажу в процессе. Вот. И, собственно, как мы дальше организовали уже работу на самой площадке для того, чтобы нам максимально приземлить календарный график реализации проекта. Ну, в целом, как, наверное, многие в своем опыте знают и сталкивались, календарный график в разных там продуктах, я думаю, что я не буду опускаться там на уровень информационных систем. Я бы так с точки зрения процессов и с точки зрения предмета проговорил бы в своем докладе. Значит, в основном, как он формируется? То есть формируется со стороны, ну, в данном случае, там, генподрядчика, группа планировщиков, которые на основе документации рабочей, на основе СМЕД формируют состав и структуру работ по объекту и определяют технологические зависимости, определяют продолжительности работ. И тут, собственно, вот с точки зрения самого планирования есть несколько таких проблемных направлений или вопросов, с которыми мы на этом изобъекте столкнулись. Ну, во-первых, со стороны заказчика это директивные сроки, которые противоречили, собственно, нормам продолжительности строительства, потому что надо было достаточно в сжатые сроки организовать строительство, провести работы и сдать объект к определенному назначенному сроку. Из-за этого, соответственно, были и определялись, собственно, продолжительности работ, и сама структура, она формировалась, исходя из сметной структуры работ по этому проекту. Соответственно, вопросы продолжительности самих работ уже, как сказать, здесь возникли перед нами, потому что если брать сметную трудоемкость и некое там нормативное количество ресурсов на работу, то в большинстве случаев это предполагает определенные идеальные условия. То есть наличие всех необходимых ресурсов, наличие материалов и отсутствие там различных погодных условий. И главное, мало, так сказать, времени или вообще мало учитывалось время, которое требуется для организации различных подготовительных работ, как даже, например, там, выгрузка материалов, довозок до непосредственно уже места производства работ и так далее, и так далее. И сама, собственно, группа планирования, которая организовала, сам процесс, как он выглядел и как он работал. То есть группа планировщиков формировала график. Дальше, значит, на объекте график вместе с подрядчиком и субподрядчиками производилось его согласование. Далее уже по мере реализации в этом графике формировался месячно-суточный график, то есть утверждался всеми участниками на уровне подрядных организаций, когда на каждый день был определен конкретный объем работы графика, который было необходимо выполнить. И на основе, соответственно, месячно-суточного графика формировалось недельное задание, которое уже опускалось на уровень подрядчиков, на уровень недели его выполнения. Соответственно, дальше организована диспетчерская группа, которая собирала в ежедневном формате данные от подрядчика, и это все, соответственно, собиралось наверх, носилась график. Здесь, соответственно, тоже с нашей стороны были определены такие точки контроля, как, например, предоставление недостоверных данных, либо завышенных, либо заниженных. То есть мы здесь столкнулись тоже с такой интересной историей, когда со стороны начальников участков объемы работ занижались. То есть они смотрели на планы выполнения, которые у них были на ближайший период времени, понимали, что им необходимо будет в ближайшее время ускориться, и они давали меньше объем сейчас для того, чтобы иметь определенный резерв и хорошо отчитаться и выглядеть там в отчетности в будущих периодах. Ну и понятно всем с точки зрения завышения. Зачастую при подобной организации сбора данных и построении отчетности о выполнении речь идет о неком оперативном факте, который не подтвержден стройконтролем. То есть эти работы не приняты, нет информации о том, есть ли замечания к качеству проведения этих работ. И отражает, собственно, некий такой оперативный факт, который зачастую, например, на примере металлоконструкций, тоже с этим столкнулись, когда выдавали выполнение о объемах за смену, прораб выдавал информацию, что они там на нескольких приварках осуществили, например, по эстакаде сварку балок. И, собственно, на следующие временные периоды надо уже проваривать более фундаментально конструкции. И из-за этого в какой-то период было превышение объемов плановых, а дальше в порядка недели-двух это уже финальная приварка конструкций друг к другу. Поэтому здесь, соответственно, мы столкнулись с тем, что тот график, который ведет такой оборот среди подрядчиков и руководителей подрядных организаций, он не имеет таких достоверных данных. И мы также наше внимание обращали на то, что у нас идет существенное отставание от целевых показателей. Мы, соответственно, этим вопросом озадачились и провели работу по тултайму, ну или там по хронометражу рабочего времени. Что, собственно, мы здесь определяли? То есть наши специалисты были на площадке и на дневную и ночную смены у нас выходили специалисты, которые хронометрировали все события, которые происходят на площадке прямо там поминутно. По определенным видам работ, по которым было наибольшее отставание. Вот. Здесь мы определили или вышли на показатели порядка там 37-40-50 процентов на время работы с инструментов. И вот некую такую свели среднюю статистику по тем видам работ, которые мы делали, по тому, как бригады тратят время. И здесь, собственно, еще, кстати, здесь важный момент, который хотелось бы акцентировать. Мы еще одновременно с этим проверяли наличие, наряд заданий на смену у бригад. И выявили, что порядка там только у 30 процентов бригад, которые были на стройплощадке, у них были на руках наряд задания в рукописном виде. И когда мы даже провели дальше более подробный такой анализ, выявили, что они не все соответствуют тому недельному заданию, месячному графику. То есть зачастую сама координация уже на площадке бригад и постановка им задача, она отличалась от директивного текущего плана, который требуется сделать. И в связи с этим тоже мы, проводя анализ выполнения по недельным и по месячным заданиям, выявили, что порядка там 50-60 процентов от плана выполняется, который ставится в задачу. То есть те там 40-50 процентов выполняются по другим работам график, которые там сейчас не являются приоритетными. Вот. Дальше, соответственно, мы вот какой провели анализ. А мы посмотрели, что зачастую есть там порядка 40-50 процентов это полезное время, которое бригады затрачивают на работу и провели сравнение с тем, а как, собственно, это соответствует нормативам выработки. То есть время-то они, допустим, проводят с инструментом, но какая при этом у них выработка? И тут вот нас совсем ждало удивление, скажем так, потому что по одной из видов работ, которые проводили хронометраж, оказалось, что отличие существенное от нормативной порядка 18 раз. То есть тот объем, который сделали за смену, он был меньше, чем требовали того нормативы. Понятно, что, опять-таки, эти нормативы, они исходят из того, что на 100 процентов времени не тратятся именно на требуемый объем, но, тем не менее, там даже 5-6 раз меньше, это существенное отставание и низкая производительность, которая, как сказать, начинает организовывать уже отставание всего графика по видам работы. Соответственно, еще дополнительно к этому выявили ресурсный конфликт, то есть те ресурсы в виде погрузочно-разгрузочной техники, которые необходимы уже для проведения работ, зачастую использовались просто для разгрузки и выгрузки материалов на местах и на проведении местах других видов работ. То есть отвлекались, и из-за этого бригады тоже простаивали. Вот. Все вот это вот, вся эта фактура легла в основу нашей работы, которую мы организовали по формированию уже работ на площадке, формированию бригадных заданий и применению пакетно-узлового метода, его элементов на строительной площадке, чтобы эту ситуацию исправить и те директивные планы, которые у нас сформированы в графике, донести их уже до конкретных исполнителей и производителей работ и максимально организовать работу по устранению простоев бригады для того, чтобы повысить время tooltime. Собственно, здесь первым шагом эта организация и дополнительная проработка график, соответственно, методологии, применяя так называемый подход путь строительства. То есть здесь мы организовали рабочую группу с начальниками участков подрядных организаций, с будущими эксплуатирующей организацией, их ключевыми ведущими специалистами для того, чтобы определить объекты, которые нам необходимо выводить на комплексные испытания в первую очередь. И уже от этого отстроили последовательность графика, то есть справа налево выстроили график, организуя путь строительства. Дальше уже на генплане, и у нас здесь, к счастью, была BIM-модель, и с применением BIM-модели мы организовали размещение фронтов работ. И, собственно, вот здесь тоже показано на генеральном плане формирование участков проведения работ, их последовательность. И это легло в основу календарного графика, который мы внесли изменения по этому принципу. Вот. Дальше это утвердили и использовали уже дальше в качестве исходных данных. Здесь, что важно сказать, что вот уровень строительных пакетов, который применяется в методологии, это как раз является работой этого календарного графика. А вот уровень уже бригадных заданий мы опустили ниже, и каждая, получается, работа от одного до четырех до пяти бригадных пакетов содержит. То есть у нас такая иерархия получилась, и, соответственно, выполнение по этим бригадным пакетам сводится уже в график и вносится в общую отчетность. Дальше, соответственно, мы укрупнили состав ограничений для бригадного пакета. Один из подходов, который говорит о том, чтобы мы начали работу над тем или иным бригадным пакетом, у нас есть определенная группа ограничений. То есть мы их свели максимально к укрупненному виду для того, чтобы повысить скорость оборота и скорость обработки данных. Ну, мы планируем это в следующих итерациях уже больше детализировать и организовать эту работу. Соответственно, у нас каждому бригадному пакету есть требования к количественному и квалификационному составу, который важно проработать прорабу и обеспечить, если бригада приезжает на объект, обеспечить их, соответственно, в СИЗО, организовать получение нарядов допусков, то есть чтобы у нас бригада, приезжая на площадку, сразу шла на объект и приступала к строительным работам. Соответственно, эта информация более подробная и детальная о материалах, которые нужны, потому что не всегда такой проводится анализ, то есть у нас есть ежемесячное задание или ежемесячный график с точки зрения выполнения объемов и сроков, а вот анализ, а какие нам для этого нужны материалы и есть ли они у нас на складе и прошли они, например, входной контроль, потому что часто бывает, что отчитывается комплектация о том, что этот материал есть, ну, по крайней мере, мы с этим сталкивались, да, а мы, материал непроектный, то есть его надо еще согласовать для того, чтобы он, чтобы его можно было применить и не было вопросов потом уже со стороны заказчика на этапе приемки работ. Вот. Соответственно, дальше эта информация по, не только по основным материалам, это, соответственно, все вспомогательные материалы, которые требуются для проведения работ, основному ключевому инструменту и машинным механизмам, потому что тоже за них возникает определенный конфликт, и здесь обязательно подключаются главные механики подрядных компаний для того, чтобы обеспечить единый график, единый такой диспетчерский центр для того, чтобы мы максимально эффективно применяли технику. У нас не простаивали краны, не простаивала разгрузочная техника, эскаваторы, или не использовались краны, например, там, большой грузоподъемности для перемещения материалов, которые можно совершенно другими техническими средствами организовать их перемещение по площадке. Вот. Ну и, естественно, это блок, который касается документации, особенно касается ее актуальности, финальных ревизий, которые необходимы для проведения организации работ. Ну и дополнительно, соответственно, мы еще эти бригадные пакеты снабжали информацией о непосредственно фронт, где работа располагается на объекте, отмечая те элементы или конструкции, которые в этот бригадный пакет включены. Каждый, соответственно, бригадный пакет доводился до уровня ответственности. И здесь уже можно о чем сказать? О том, что у нас директивные сроки графика, которые были установлены в, собственно, календарно-сетевом графике, на уровне уже пакетов, они облекались в конкретные ответственные лица, которые отвечали уже за небольшой объем работы, за которые их можно спросить и организовать их работу так, чтобы все необходимые материально-технические ресурсы, машины, механизмы были им доступны, и они об этом беспокоились и организовывали эту работу заранее. То есть не так, как бригада вышла и стоит, ждет материалов, или кто-то из них там отправляется на склад, чтобы это привезти или организовать доставку. Эту процедуру через регулярные еженедельные совещания она была организована в виде формирования таких пакетов и назначения на них ответственных прорабов и мастеров. И мы еще организовали такой флипчарт, чуть позже его поясню, для того, чтобы мы понимали статусы и степень готовности пакетов бригадных. Естественно, был организован единый реестр, то есть это реестр всех бригадных пакетов и состав их ограничений уже в цветовом виде, где мы видим, есть ограничения, которые соблюдены или которые у нас отсутствуют, например, документация или отсутствуют какие-либо ресурсы либо материалы у нас отсутствуют на складе, тогда нет смысла их планировать, ставить в работу. И за счет того, что у нас большое количество этих бригадных пакетов создано в ближайший период на три месяца, мы можем позволять себе как раз управлять гибко объемами для того, чтобы выставлять в работу те пакеты бригадные, у которых ограничения все эти сняты. Были разделы документации части объектов, которые не было BIM. Здесь мы уже просто работали по чертежам и вместе с начальниками участков, ну и непосредственно с прорабами определяли объемы. Вот здесь, например, как по фундаментам выделялись группы, кодировались в пакеты и вместе, соответственно, с прорабами определяли их последовательность, в какой последовательности мы пойдем. Соответственно, от этого формировались задачи по снятию ограничений, чтобы у нас были все материалы, опалубка была, соответственно, также там были определенные задачи по управлению временем геодезистов, тоже они очень как востребованный постоянно персонал, который там и на сдаче работ, и на разметке, соответственно, будущих работ, которые необходимо сделать, тоже здесь был организован такой диспетчерский центр, который помогал нам правильно управлять этим временем для того, чтобы к назначенному сроку бригада вышла и приступила к своим работам. Внешний вид такого пакета, каждый там, соответственно, бригадир получал его под роспись и отчитывался ежедневно о том объеме работ, который он, собственно, по этому пакету сделал. Далее флипчарт, который был сделан на стройке, соответственно, мы там выделили следующие вот этапы прохождения этого пакета на уровне производственных отделов подрядчика, соответственно, это по наличию документации, что она у нас есть в последних ревизиях, присутствует, тогда перемещали дальше там на комплектацию, соответственно, комплектация отчитывалась о том, что есть, все приехало на склад, соответственно, есть там все необходимые сертификаты, паспорта для того, чтобы был пройден положительно входной контроль и, соответственно, можно было эти материалы выдать уже в производство работ. Далее уже те пакеты, которые были в производстве у прорабов, да, и дальше мы эту процедуру довели до финальной сдачи для того, чтобы, когда пакет был завершен, стройконтроль, соответственно, инспектора могли провести приемку выполненных работ. После нее, соответственно, отправляло все это в ПТО для оформления исполнительной документации и формирования комплекта документов к закрытию. Далее, соответственно, сама процедура, как это выглядело, то есть на три месяца на основе календарно-сетевого графика эти формировались бригадные пакеты на уровне координаторов фронта работ. Это немножко я сейчас вперед забегаю, расскажу там о структуре команды, то есть дополнительные специалисты, которые помогают эту работу организовать. на уровне начальника участков согласования разбиение общего объема на бригадные такие недельные задания. Дальше, за месяц, когда мы уже подходим к началу работ по графику, это работа уже с прорабом для того, чтобы мы начинали устранять ограничения и понимали, что у нас все для того, чтобы эта работа была сделана, у нас все выполнено. И, соответственно, уже по мере выполнения и завершения информация по этому составу работ, какая у нас там по сменам была сделана. С точки зрения команды, с точки зрения терминологии, у нас руководитель самого проекта являлся чемпионом пакетирования MVP, который, собственно, проводил эти все организационные мероприятия регулярные, ежедневные, еженедельные. И по направлениям видов работ были организованы группы координаторов фронтов, которые занимались организацией работы с прорабами именно подрядных организаций. То есть если раньше у нас задания выдавались подрядным организациям на уровне главных инженеров и руководителей, то сейчас у нас это взаимодействие организовано на уровне уже производственного персонала, который задействован на площадке, и есть полная информация о составе бригад, их количестве, и, соответственно, ответственность за выполнение работ, она с уровня проектного офиса уже спущена на площадку на конкретных ответственных лиц. Вот. И с точки зрения тоже организации самой работы мы пришли к тому, что один из... Блок должен присутствовать инженерного персонала, который готовит бригадные пакеты по модели, по документации в бэк-офисе может быть удаленно, да, это организовано. И обязательно группа координаторов фронтов работ, которые находятся на объекте строительства, которые взаимодействуют, ну, вот, по опыту от 5 до 12 парарабов для того, чтобы их вовлечь в данную работу. Вот. В целом, дальше, значит, у нас определенные стоят задачи развития. Ситуация сформирована сейчас уже в положительном ключе, догнали все существующие сроки. Вот. И есть задачи, соответственно, перевода это все на платформу. Единственный там большой вопрос, это удаленный объект, очень плохо обстоит дело с коммуникациями с точки зрения интернета и вообще организации сети. Ну, вот, в целом, мы настроены на применение уже единой платформы, которая объединит работу всех этих специалистов воедино. Вот. У меня все по докладу. Спасибо, Антон. Антон, я хотел бы обратить внимание уважаемых слушателей и вживую, в записи, когда вы будете где-то читать или слышать про переход, стройку к новому цифровому технологическому укладу. Вот это как раз о том, о чем сейчас рассказывал Антон. Самые фронтирные технологии, в том числе и организационные, на реальном строительстве и не под Москвой. В чате есть один вопрос, Антон, обрати, пожалуйста, внимание. Мы по окончанию докладов устроим небольшое обсуждение. У меня каждый раз, когда обращаемся к теме пакетирования работ, меня не оставляет ощущение, что и фронты работ, и пакеты – это применение к стройке неких принципов, которые будут крайне востребованы и полезны и к другим проектам, причем как традиционного водопадного типа, так и к agile. Хотелось бы об этом поговорить чуть подробнее. И Максим Гришин к нам присоединился. Александр Самойлович, я надеюсь, вы тоже сейчас с нами. Я хотел бы несколько минут еще занять анонсом, развернутым анонсом конференции, которую мы готовим 24 числа. Максим, без слов. Да, коллеги, добрый день. Я хотел бы как раз в развитии темы, то, что сейчас Антон показывал, как президент нашей ассоциации, мы хотим вас пригласить 24 мая в Санкт-Петербург на нашу первую конференцию нашей ассоциации Евразийского сообщества «Практика прогрессивного пакетирования работ», где, это она очная, сразу же, подтверждаю, онлайна не будет. Совместно с «Газпромом» проводим на площадке, шикарной площадке Виктория Тифертаутс в Новой Голландии. Ссылка на эту конференцию в обеих группах, то есть регистрация обязательно в «Таймпэйде» и до 24.00 в понедельник, потому что потом мы поддаем списки на пропускание. А, не видно, да, программу, ну ничего. То есть на сайте совмета. Да, то есть программы на сайте совмета регистрируйтесь, на самом деле формат конференции, мы специально ее сделали, как раз подвести итоги за два года нашей работы, частично, потому что Антон показывал, как там времени будет гораздо больше. Идея обмена мнениями показывает более подробно то, что сделано, совместные дискуссии, то есть идея конференции сделать реальное обсуждение, не когда-то говорящие головы. Планируем совместно с Абнет, под эгидой Сабнет, конференция совместная, Ассоциация управления проектами, уже провести несколько опросов по проблемам реализации строительных проектов, на основании которых мы тоже хотим сделать уже какой-то анализ, выпустить какие-то аналитические материалы. Поэтому очень рекомендую, советую приехать в Санкт-Петербург на целый день, в хорошее место, в хорошую компанию, и на очень интересную, на очень интересные темы, и на хороших фактах, и на так вообще. Коллеги, мы еще по итогу сегодняшней проектной среды будем готовить дайджест, завтра разместим его на сайте, там все необходимые ссылки для вашего удобства, для регистрации на конференцию, мы продублируем. Спасибо, Николай. Важное добавление, конференция бесплатная. Мелочь, но приятно. Но кофе не будет. Из-за особенностей места. Еще раз спасибо Газпромнефти за содействие в организации и Савнет за поддержку нашей работы. А теперь третий доклад о стройке с точки зрения того, для кого, кому это в общем надо. Заказчик, точнее технический заказчик. Алексей, приветствую. Без слова. Только микрофон. Да, добрый день. Добрый день, коллеги. Так, давайте я обещаю тоже презентацию. Так, и что происходит? В режиме редактирования. Понятно. Значит, придется второй экран отключить. Слайд-шоу. Сейчас нормально, Кирилл? Алексей, да. Да, ну, добрый день. Еще раз Алексей Изотов меня зовут. Я управляющий партнер компании iBeam, которая является консалтинговой компанией. Ну, собственно, мы там последние 10 лет занимаемся внедрением информационных технологий различных для строителей, для заказчиков и для генподрядчиков. Но, по большому счету, наверное, основными нашими клиентами действительно являются компании-заказчики. Ну, большинство наших клиентов это компании-заказчики. И поэтому, ну, собственно, наверное, об этом я в какой-то степени могу говорить по поводу выживания или там не выживания. Собственно, давайте два слова скажем по поводу того, кто такой заказчик. С ним чуть сложнее, чем с остальными участниками строительства, как мне кажется. Но, если так, в общем, в широком смысле, да, это тот, кто наибольшим образом заинтересован в выполнении того, что будет получено и каков будет получен результат. И на мой взгляд, это там важнейший момент, потому что заказчик, в принципе, в широком смысле этого слова, это та компания, тот участник строительства, который сопровождает от начала до конца и ведет его от начала до конца. И вот мне вспомнилось несколько лет назад, в 20-м году, по-моему, если не в 19-м, мы делали презентацию, посвященную управлению строительством в сложных строительных проектах. И вот тогда мне попалась на глаза картинка. я вот честно забыл, чья она, поэтому смогу сказать честно, что она не моя. Что-то подозреваю, что это Владимир Баронов в свое время из Лукойла эту картинку рисовал. Возможно, она вообще из какой-то классической книги, просто я по-своему отсутствую образования, не помню ее. Вот. Где-то я ее подсмотрел. И вот на этой картинке нарисована очень важная такая история про заказчика, да, и про жизненный цикл самого проекта, и ту ценность, в результате которого этот проект может принести. И что здесь нарисовано? Здесь нарисовано следующее, что вся ценность закладывается на самом деле до строительства. И строительство это тот этап, внутри которого мы можем лишь немножечко прибавить ценность, либо сделать еще хуже. Вот. То есть для заказчика, что я хотел сказать, очень важным для выживания заказчика является не только строительная часть непосредственно, когда мы переходим к, когда мы получили РНС, когда мы получили разрешение строительства и начали двигать ресурсы по строительной площадке, но на самом деле, наверное, еще более важным являются более ранние этапы, связанные с предпроектной проработкой, с каким-то видом концептуальной, концепцией, если это архитектурная история, и получение проектной документации, да, то есть, если в российской, в рамках нашего 87-го постановления было проектирование собственно этого объекта, именно тогда мы закладываем массу ценностей с одной стороны, а с другой стороны и закладываем большое количество проблем, которые потом придется героически решать и заново ходить в экспертизу, да, то есть, если мы говорим про реальное выживание наших заказчиков строительства на строительной площадке, то последние, наверное, уже достаточно много лет мы имеем просто такой тренд, внутри которого у нас заказчики все время ходят в экспертизу, что, ну, то есть, не один раз проходит экспертизу, получают разрешение, обделывают это многократно, в силу того, что возникают изменения, в силу того, что предпроектная проработка была выполнена в каких-то ну, не совсем правильной информации, да, то есть, и оказываются не готовы для того, чтобы создать тот проект, который их же самих удовлетворит. Также сказывается еще и качество самого проектирования, то есть, коммуникация с проектировщиком. Это такая история, которая, на мой взгляд, является, в принципе, самой важной. То есть, если есть хороший проект, то много шансов, что он будет хорошо построен. Чаще всего я вижу, что самые большие срывы сроков и срывы бюджетов, не буду сейчас называть конкретные проекты, они связаны именно с тем, что проект не соответствует тем задачам, которые этот объект должен решать. И в результате этого мы все время проходим через пересогласование, через экспертизы, и частенько меняем тот объект, который уже частично построен, меняем фундаменты, меняем бог знает что, меняем технологии, адаптируем системы и так далее. И как совершенно понятно, что цена изменений на самом деле растет каждый день, как только мы перешагнули этап концепции. Все дальше и дальше, все дороже и дороже что-то менять. Вот. Это как бы основная такая история про выживание, и как мне кажется, современный заказчик будет жив и здоров, если сможет наладить процессы, связанные с качеством проектирования, которые на самом деле тоже в самом проектировании не ограничиваются. Потому что проектирование, формирование облика объектов, формирование ключевых, ключевой ценности этого объекта, это процесс, в который вовлечено огромное количество людей, как проектировщиков, собственно, инженеров, самого заказчика, так и стейкхолдеров, иногда и банков, финансовых организаций и много еще кого. И искусство заказчика пройти по вот этому пути формирования облика правильного объекта, который должен быть построен, как я уже говорил, во многом определяет его успех как заказчика. Собственно, ну, пройдем этот этап, сегодня у нас больше, наверное, строительная конструкция, концепция, и пойдем дальше. Что делает заказчик уже, когда он оказался, когда мы уже получили РНС? Да, то есть, ну, прежде всего, мы понимаем, что это роль ответственная за оформление всей необходимой для проектирования строительства разрешительной документации, которую он может делегировать, ну, и как бы бог с ним. Хотя иногда в этом тоже упираемся, и как-то, как мне кажется, по факту вопросов, вопросов документирования вопроса получения необходимых разрешений, по крайней мере, если мы берем заказчика в городе Москве, то проблем со срывом сроков бюджетов гораздо больше, чем непосредственно на строительной части. Хотя, в общем, такую статистику, наверное, вряд ли кто-то в явном виде сейчас приведет. Вот. Но в любом случае мы должны понимать, что заказчик это роль, которая обеспечивает интеграцию, то есть, это заказчик человек, компания, которая нанимает проектную организацию для разработки уже, допустим, рабочей документации, которая нанимает генерального подрядчика, который нанимает, может быть, строительный контроль и так далее. Здесь есть много тонкостей, которые, ну, тоже не поместятся ни в какие 20 минут, связанные с контрактными моделями, потому что существуют EPC-подрядчики, которые объединяют в себе множество функций. Вот. Единственное, что я хочу здесь сейчас рассматривать, дальнейшее рассмотрение я буду вести в ключе того, что заказчик нанимает отдельно различных участников строительства, отдельно поркетировщика, отдельно генерального подрядчика, вот, и отдельно занимается поставкой ключевого оборудования, то есть, ну, по крайней мере, вот те клиенты, про которых я буду чуть дальше рассказывать, те заказчики, с которыми мы работали, это, я буду говорить про две компании, это НЛМК, Новолипецкий металлургический комбинат и Сбербанк Девелопмент, один гражданский объект, другой, соответственно, объект промышленного назначения, те проблемы, которые там возникали и как их удавалось решить по помощи технологий. Ну, так вот, но это не единственная форма взаимодействия и такая классическая форма не является единственной, существует EPC и вот эта проблематика, про которую я могу говорить сейчас, на самом деле может оказаться и в зоне ответственности не заказчика, а в свою очередь уже генерального подрядчика или EPC контракта, но не суть. Давайте двигаться дальше. Итак, заказчик нанимает разных участников и по сути объединяет то многое, что я сказал и тот опыт, который у меня у нас, как у консультантов возник, то, что мы видим среди наших клиентов, то его основная задача это обеспечить вертикальную и горизонтальную интеграцию всей экосистемы участник, то есть перефразируя по сути термины городокодекса, его задача интеграция и выживание заказчика, выражаясь терминами Кирилла, оно состоит ровно в том, что обеспечит он эту интеграцию или нет. Ну, что я имею в виду под горизонтальной интеграцией, начнем с простого. Горизонтальная интеграция это интеграция участников, то есть есть проектировщик, он выдает комплекты рабочей документации, есть подрядчик, он должен монтировать то, что должно быть поставлено поставщиком. И вот в российской практике в основном мы видим конструкцию, в которой за координацию отвечает именно заказчик, то есть у заказчика есть своя служба, которая занимается закупками крупного оборудования, оборудованием длительного цикла изготовления, поставляет это все, провозит через границу, привозит на строительную площадку и передает генеральному подрядчику. Соответственно, она должна ему передать вовремя комплект рабочей документации и вовремя передать оборудование. Тогда генеральный подрядчик выйдет и сможет работать. И вот если спросить и поговорить с заказчиками, от чего у нас стройка чаще всего останавливается, то, безусловно, чаще всего она останавливается из-за того, что нечего монтировать или нету документации, которая должна быть выполнена. Соответственно, возникает потребность правильного структурирования всей этой информации, планирования выдачи вот этой самой рабочей документации, формирования какого-то подхода, какого-то метода по комплектам чертежей, по, не знаю, по смете, то есть все это сгруппировать так, чтобы у нас полностью был сформирован комплект. И возвращаясь к предыдущему докладу Антона Шабунина, то есть Construction Work Areas, то есть тот подход, который сейчас реализуется в рамках Advanced Work Packaging или проектно-узлового метода, он как раз дает ответ. Он дает ответ, как делать именно вот эту разбивку и как эту информацию группировать и формировать. Ну, соответственно, безусловно, это все с одной стороны является фронтирным, как сказал Кирилл Кузнецов, с другой стороны, не первый год все это делают и существует именно комплексное укропненное планирование, в том числе методику Русатома можно открыть старую, взятую там, наверное, на основе каких-то тоже других методик многоуровневых графиков, и там было понятие комплексного графика, график третьего уровня или второго уровня, я сейчас уже даже не вспомню, третьего, наверное, график третьего уровня, в котором ровно такой подход был заявлен, и подход с точки зрения комплектов рабочей документации, который является кодом, который обеспечивает связку поставщика, поставщиков, точнее, кодирование оборудования с точки зрения поставки этого комплекта, кодирование комплекта рабочей документации и кодирование строительно-монтажной работы в графике. Так вот, укропненное планирование, как мне кажется, является для заказчика именно в той конструкции контрактной обвязки, про которую я говорил, является принципиально его деятельностью, является важнейшей деятельностью, обеспечивающей его выживание на площадке. Потому что если он это не делает, если ты не планируешь, то за тебя начнет планировать другой. Подрядчик будет хотеть выйти на площадку там, где ему это удобно, где ему это надо, соответственно, проектировщик будет выдавать те комплекты документации, которые ему выдавать удобно, и это все не будет сшиваться, и это все регулярно является причинами реальных задержек на строительной площадке. Это то, что касается горизонтальной интеграции, и, скажем, ответом на выживание является создание комплексного укропненного сетевого графика, формирование некоторой службы на стороне заказчика, который в состоянии это делать, в состоянии увязывать, если тоже переходить в айтишную плоскость, кодировки в этих разных представлениях, потому что поставка идет вагонами, чертежи выдается комплектами, а, соответственно, стройка идет там, тасками из Примавера или из какого-то другого продукта. Вот, ну, соответственно, вот то, что я говорил, два тезиса, которые я давал там в анонсе своем. Первое, это вот горизонтальная интеграция, обеспечивающая сейчас за счет увязки этих ключевых предметных областей, и вторая история, не менее важная, это централизация информации о ходе проекта, потому что по крайней мере, те заказчики, с которыми мы работаем, кроме непосредственно вовлеченных людей на площадки, это люди очень занятые, и часто эти занятые люди принимают решения о том, платить сейчас или не платить. Соответственно, и много каких решений они принимают, и для того, чтобы они эти решения приняли, на самом деле им нужно увидеть картину в целом. И увидеть эту картину, ну, на самом деле, не так просто. Нужно обладать большим опытом в стройке. И вот здесь, вспоминая там слова одного американского разработчика софта, синхровского, Тома Дэнджинеса, там одна картинка стоит тысячи слов, и эта старинная поговорка, она всегда была ключевым лозунгом, с которым он там в ранние годы появления синхра на рынке ходил и все время ее показывал. И вот это, наверное, вторая часть, да, то есть вообще, мне кажется, я бы сделал некоторое философское сейчас коротенькое отступление, прежде чем перейти к конкретным кейсам. Не знаю, поддержите вы меня или нет, но люди, в принципе, умнее не становятся, да, в среднем. И они не становятся умнее, и они не становятся в состоянии обрабатывать, на самом деле, качественно обрабатывать большие потоки информации. Поэтому человечеству, в принципе, приходится сейчас постоянно придумывать новые способы представления информации, чтобы наш не слишком сильный мозг имел возможность эту информацию обработать. Соответственно, мозг руководителя, какой бы крутой этот руководитель ни был, сколько бы образований, в том числе строительных, он не получил, или тем более бизнес-образований, финансовых образований, он на самом деле с трудом обрабатывает текстовую информацию, которую тоже, кстати, с трудом пишут люди в современном мире, еще с большим трудом он обрабатывает информацию разговорного жанра, в которую вмешивается большое количество эмоций и актерского мастерства. Все, я думаю, здесь присутствующие были на совещаниях, в которые приезжает заказчик, и там сидит генподрядчик, проектировщик, какой-нибудь представитель строительного контроля, представитель каких-нибудь подрядных организаций. И, ну, на мой взгляд, это просто довольно странная вещь, довольно ужасная вещь, на которой сидит огромное количество людей, получающих большое количество денег в качестве зарплаты, суммарной я имею в виду, вот, и, в общем-то, упражняются в актерском мастерстве и попытки друг друга, скажем так, сделать виноватыми в тех косяках, которые сейчас происходят. Это, в общем, общая зарисовка. Вот, поэтому централизация информации как-то не просто собрать ее в одном месте, а сделать так, чтобы она была связана и чтобы эта информация была представлена в виде какого-то набора макетов, способных прояснить реальную картину на площадке, подсветить реальные проблемы и обеспечить решение этих проблем в короткие сроки на тех самых совещаниях. То есть, вот это вот вторая вещь, которая вертикальная интеграция, да, поднять эту информацию из земли, донести ее до лица, принимающего решение в неискаженном, но агрегированном виде, чтобы обеспечить, ну, движение по проекту решения проблем. Вот, и в целом, вот эта вот интеграция участников вертикально и горизонтально, это и есть работа того самого заказчика. Вот на примере НЛМК. Заказчик очень часто находится, ну, кстати, на самом деле не только НЛМК, а многих других, многих других проектов. Заказчик находится, на самом деле, в огромных ограничениях, да. Если мы говорим про строительство сложных, технологически сложных, особенных каких-то сооружений, ну, например, доменных печей, то по факту генподрядчиков, имеющих опыт и способных реализовать эту работу, очень мало. И если они не находятся в контуре, там, грубо говоря, не аффилированы заказчиком каким-то образом, да, то с ними тоже надо договариваться. То есть заказчик не может сказать, типа, я хочу, чтобы ты мне построил за три месяца или, там, за шесть месяцев. Я вот здесь сделал график, давай, иди строй за шесть месяцев. Так не бывает. То есть заказчик хочет быстро, генподрядчик начинает, ну, естественно, появляется договор, в котором есть штрафные санкции, засрывы и так далее. Ну, и подрядчик, смотря на все это, тоже начинает играть в игру, которая называется закладывание дополнительных резервов, обеспечение себе подушки безопасности, выведение вперед тех работ, которые имеют максимальный финансовый результат для подрядчика. И все это вместе формирует вот ту самую негативную среду, негативное взаимодействие между ними. Значит, ответом, то есть той самой моделью, которая позволяет собрать в себе большое количество информации, представлять его руководителем и обеспечивать увязку людей между собой на совещании, как раз является 4D. И вот там НЛМКшный проект для нас был, наверное, одним из самых показательных, вот, потому что мы проходили и историю утряски сроков, в которых основная задача, по большому счету, состояла в том, чтобы убедить подрядчика отказаться от своих резервов, да, тем самым упрессовывая график и нанося заказчику огромную пользу, связанную с более ранним вводом объекта в эксплуатацию. Вот, а следующая вещь, которая вот эта вот информационная модель, 4D-модель, то есть увязка графика с качественно проработанного графика, обсосанного, простите за выражение, всеми участниками за круглым столом, увязка графика с информационной моделью. Следующий эффект, который от нее можно было бы достичь, да, это погружение в проект тех участников, которые, ну, к проекту по большому счету относятся косвенно, но, тем не менее, должны в нем участвовать. Когда мы работаем в части реконструкции на существующем предприятии, что-то надо, где-то надо пропустить грузовик, как-то будет стоять кран, что-то нужно приостановить или пустить какие-то жидкости по каким-то другим трубам. То есть кроме непосредственного выполнения строительно-монтажных работ на участке этого объекта, возникает огромное количество организационных мероприятий в смежных цехах, в смежных помещениях с объектом строительства. И погрузить участников, вот этих вот косвенных участников, невольных участников процесса и договориться с ними о том, когда они что-то сделают для того, чтобы стройка могла идти непрерывно. Это, на самом деле, очень сложный процесс. И сделать его, опять же, без информационной модели, ну, можно. Конечно же, не первый раз. Безинформационные модели много разстроили, но, тем не менее, информационная модель позволяет ускорить этот процесс. То есть мы имеем чуть больше времени на подготовку профессионалами этой самой модели, после чего мы снимаем какие-то вопросы и замечаем. Вот. И действительно, если мы там вернемся к этому проекту, в рамках этого проекта мы сделали, мы помогали делать информационную модель различным службам самого НЛМК, и они смогли пустить это все вовремя. Но я не очень любитель громких рекламных лозунгов, что 4D-модель позволяет решить все проблемы. Не всегда и не везде. То есть мы сталкивались с ситуацией, когда отлично проработанная 4D-модель, и все работало, как я говорю, но после этого ошибка в комплектации, ну, уж неважно чего, там, какого-то оборудования привела к тому, что стройка, по факту, стояла месяц, и никакой пользы от 4D-модели в итоге не случилось просто потому, что так отработала комплектация. Такое тоже бывало. И такое тоже бывает. Вот. И это, кстати, отдельная, на самом деле, история про комплектацию, про... Поставки, про то, каким образом поставлять оборудование, как его комплектовать, чтобы оно приехало так, чтобы его можно было потом монтировать. Это отдельное искусство, ну, явно за рамками этой презентации. Вот. Ну, то, что я сказал. Применение информационного моделирования облегчает проведение совещаний многократно. Проведение 4D-модель. Значит, ну, это НЛМК. Теперь несколько слов про СБД. Объект называется Технопарк Сбербанка. И здесь я, наверное... Кто-то, наверное, про него что-то знает, кто-то нет. Это 260 тысяч квадратных метров. Очень большой, по сути дела, офис-центр. Достаточно специфический с точки зрения... Ну, то есть он вне категоридной. То есть назвать его класса А. Ну, наверное, он класса А. А для того, чтобы его строить, даже пришлось построить завод со стеклом. Но это не так важно. Соответственно, с точки зрения непосредственно строительства, действительно применяли и продолжают применять сейчас четырехмерное 4D-представление. Существуют графики, по-моему, в спайдере. Существует 4D-модель. Тогда она была в синхре. Ну, сейчас, наверное, нет уже... Не тот период строительства уже, наверное, менее интересно. Соответственно, что здесь было очень важно? В чем выживание заказчика состояло? Для того, чтобы собирать 4D-модель такого большого объекта, надо иметь качественную 3D. И очень важным элементом всей этой конструкции является проверка трехмерной модели на входе. Ну, я уже имею в виду комплекты рабочей документации, выдаваемые в 3D. На этом объекте выдавались горпроектом на тот момент. И сейчас, наверное, горпроектом. Я уже отключился немножко. Это вот в слайды 2020 года. Объект достраивается и сейчас. Соответственно, если проектировщик выдает модель некачественную, то собирать быстро 4D, связывать с графиками, связывать это все с финансовой составляющей, связывать это все с фронтами работ, на самом деле становится чудовищно трудоемко, и от этого всего отказывают. Поэтому выживание 4D-модели, не заказчика как такового, 4D-модели и нанесение всех тех элементов пользы, о которых я говорил несколько минут назад, оно на самом деле очень связано с тем, что нужно настроить, обеспечить качество выдачи рабочей документации именно в 3D с нужной атрибутикой, с нужными элементами, с нужным уровнем проработки. И если это возникает, то 4D-группа достаточно быстро сможет собрать этот момент, этот элемент. И тогда на совещаниях появляется большое количество макетов, ориентированных на разных, с одной стороны, специалистов, по направлению финансистов, на строителей, на ПТО. На поставку проектировщиков, там, выдачи рабочей документации, на интеграцию, на взаимодействие с подрядными организациями, так и на, собственно, первое лицо. Ну, там несколько макетов, которые я сейчас могу на ходу показать. Это как раз макеты, связанные с, слева, директивный план передачи, передачи рабочей документации и фактическое состояние, какая рабочая документация выдана, не выдана, куда она выдана. Соответственно, вторая история – это так называемая производственная программа, то есть это именно то, что позволяло увязывать со стоимостью, то есть это работы на период времени со стоимостью работы, со стоимостью, вот, и объемами. Там тоннаж используется и так далее. То есть модель, агрегатор, вот это, какие фронты, назовем это фронтами, хотя здесь так не было полноценного АВП, вот, поэтому, ну, наверное, это фронты. Вот, то есть производственная программа, соответственно, некоторые виды работ на определенные зоны, да, то есть разбивка на зоны, где мы можем работать, где не можем, что выполнено, что не выполнено. То есть модель позволяет достаточно быстро схватить информацию и увидеть, что выполнено, что не выполнено. Ну, и, собственно, строительный, сравнительный анализ открытых фронтов работ по подземной части, выполнение конструкции, которые включены в производственную программу, и группы ресурсов, которые необходимы для выполнения, необходимы для выполнения этих фронтов. Вот, соответственно, но на некоторых других объектах на этих я не буду показывать, просто то, что там какие-то NDA, этих макетов на самом деле очень много, они ориентированы на разных участников, мы работали на порядке 20 проектов такого рода, но чуть меньшего масштаба, безусловно, потому что этот проект уникален своим масштабом, ну, в гражданском строительстве. Вот, в том числе занесение финансовой информации позволяет увязать это все с формами КС, с подрядчиками, обсуждать, как это КС, откуда взялись эти объемы в КС и так далее. Вот, но в целом, завершая уже, наверное, там свой доклад, хочу сказать следующее, что вот эта вот интеграция, по сути, умение донести информацию между всеми участниками, то есть заказчик должен обладать вот этим свойством, умением отдать одну, преобразовать информацию таким образом, чтобы она имела ценность и была передана тому участнику, которому необходимо, чтобы она была передана, чтобы все вот эти участники жили в едином информационном фоле и взаимодействовали между собой по определенным хорошим, правильным правилам. Вот, и это вот мы там для себя еще до эпохи 22-го года называли сдвиг, да, то есть сдвиг парадигмы у заказчика, то есть это внедрение цифровых продуктов в виде 4D, в том числе цифровых процессов в виде Advanced Work Packaging теперь, ну и, собственно говоря, обучение людей, цифровых людей, тот самый майндсет, который позволяет людям делать, смотреть на мир ровно таким образом и решать эти проблемы. Вот, ну в двух словах тут некоторое количество QR-кодов, которые ведут на те продукты, которые мы внедряем, и то, что я сейчас показывал, я показывал на базе продукта программного Synchro, это американский продукт компании Bentley, он ушел с рынка, и сейчас в рамках платформы PlanR справа, в правом нижнем углу компания iBeam, ну я, собственно говоря, в рамках компании цифровые практики, мы занимаемся разработкой программного обеспечения PlanR, в котором в том числе этот 4D-функционал уже во многом содержится, мы догоняем, и в ближайшее время позволит этот функционал работать ровно в таком же ключе. Все, я свой доклад закончил. Кирилл, спасибо. Спасибо, Алексей. В чате, посмотри, пожалуйста, Александр Борисович Болгин несколько вопросов сформулировал, а мы перейдем к обсуждению. Давайте по ходу, по очереди докладов вернемся к первому докладу. Там был один вопрос, на который вы хотели ответить устно. Да, коллеги. Я могу его зачитать. Ну, я могу его самостоятельно зачитать? Да, будьте добры. Зависимость и рентабельность утилизации гораздо серьезнее. Кассовые разрывы, то есть неоптимальный портфель проектов, скушает всю рентабельность. Какая бы стопроцентная утилизация на выполняемых проектов не была. Что-то в этой части оптимизировалось? Ну, я бы разделил вопрос на две части. Первая часть это управление непосредственно самим проектом. То есть с точки зрения утилизации, если мы на этапе планирования оценки работ, например, заложили на проектирование около тысячи часов ориентировочно, то для того, чтобы избежать рентабельности убытков, по финансовым результатам, то мы можем оптимизировать работы с точки зрения использования менее квалифицированного рабочего сотрудника. То есть если мы закладывали изначально усредненный показатель ведущих инженеров или архитекторов или конструкторов, то приоризации проектов мы можем с точки зрения квалификации использовать инженера первой категории, да, он возможно будет участвовать в проекте и потратит больше часов, но по стоимости это будет меньше, и то есть финансовый результат будет лучше. С точки зрения оптимизации кассовых разрывов, именно управления проектов, тут я бы отнес эту часть исключительно в сторону коммерции, потому что с точки зрения коммерческой организации все риски, да, которые могут быть изначально заложены в договор, в договоренности, да, между заказчиком и проектировщиком, берет на себя все-таки по большей части именно проектировщик, проектная организация, потому что после того, как поступил заказ, например, мы выполнили оценку работ, оценку затрат, финансовые результаты планируемые, договорились о чем-то, да, подписали договор, наступает этап обязательств как заказчика, так и проектировщика. И здесь, исходя из этого, да, по результатам выполнения своих обязательств наступает этап выполнения, да, их оплат, работ и всего остального. То есть предугадать добросовестен ли заказчик, например, ну, очень часто бывает невозможно. Исходя из всего, что я сказал, да, оптимизация вот этого всего, портфеля, например, она простая, как гласит поговорка, ну, все яйца в одну корзину не клади. То есть портфель заказов у коммерческой организации, я это подчеркну, должен быть разнообразным, то есть по объему, по типам, типологии, функционалу и всему остальному. То есть зацикливаться или выполнять какие-то одни виды работ коммерческая организация себе позволить в текущий момент не может. такой ответ. Надеюсь, он вас устроит и понятен. Спасибо. Спасибо, Максим. Кто еще хотел бы поспрашивать голосом или в чате наших уважаемых коллег по направлению люди, а также проектирование пока вы готовите вопрос. У меня есть один. Не знаю, к кому вы вдвоем выступали. Смотрите, вы напомнили мне где-то года, год-полтора назад на другой пятничной площадке мы слушали очень интересный доклад по применению бизнес-студио для решения сходных задач в одном проектном институте. В принципе, можно даже поднять итоги записи этого выступления. Понятно, что бизнес-студия намного более мощный инструмент. Там решались задачи выстраивания процессов в проектном институте. Опять же, там был немножко другой масштаб, но мне кажется, по вашим слайдам вы к этому масштабу уже приближаетесь. Как насколько современный инструмент перформов, как он был внедрен, насколько он позволяет не просто проводить по проектной учет затрат рабочего времени, но понимать, проводить что-то вроде функционального стоимостного анализа, какие, где теряется рабочее время, где именно на каких операциях теряется, можно оптимизировать. и соответственно на основе этого заниматься тем, о чем вы, Максим, говорили сейчас, оптимизации формированием портфеля заказов под тем, ну, по сути, под те кадры, которые у вас есть, как страховщики занимаются селекцией рисков, вы, по сути, занимаетесь селекцией заказов, портфеля заказов под те возможности, которые у вас есть, и те стратегии, которые вы выбрали. Наверное, Максим, прежде всего, к вам вопрос. Да, ну, смотрите, перформа, да, с точки зрения настройки, она довольно-таки гибкая, так как эта настройка над 1С, достаточно внутри каждого проекта разбить на подразделы, то есть у нас есть постановление правительства 8.7, да, которое определяет, какие разделы мы должны выполнить на стадии проектной документации, у нас есть госное оформление, ну, то есть и в зависимости от того, что хочет заказчик, мы всегда знаем, какие разделы мы будем выполнять, да, или пакет разделов, что, наверное, созвучно с пакетным строительством, вот, и на то, насколько мы внутри будем дробить каждый раздел, мы именно процессно, то есть это у нас пояснительная записка, внутри пояснительной записки есть разделы, это у нас графическая часть, графическая часть состоит из планов, листов и так далее, да, у нас есть спецификации к каждому разделу, то есть каждая проектная организация, ну, в нашем случае мы для себя определили как минимум 10 обязательных этапов в каждом разделе, помимо этапов проектирования, да, и относительно этих этапов мы просим и руководителей проекта, чтобы они проверяли свои команды проектировщиков, заполнять табель учета рабочего времени на проект в соответствии с этой разбивкой. Соответственно, исходя из этого, мы можем, и мы это уже сделали, потому что у нас метрики, например, для того, чтобы оценить стоимость работ, мы исходим из того, что у нас по типологии, по функционалу объекта в зависимости от площади вида, это гражданское строительство, общественное здание, оборонная промышленность или промышленная или промка, да, мы разделили все объекты на 20 категорий и определили за примерно 4 года какая скорость проектирования в каждой функциональной зоне и типологии и по размеру объекта. Исходя из этого, мы довольно-таки качественно проводим, ну, исходя из цифр, да, исходя наших финансовых результатов, я считаю, что мы качественно проводим оценку наших работ. вот, это что касается перформы, то есть перформа позволяет гибко разбить проекты на разделы, подразделы виды работ и также позволяет собрать информацию по тому, какое количество часов тратится на тот или иной вид работ. Ваши текущие затраты, задачи и на ближайшее будущее этим инструментом решены? Не совсем, ну, смотрите, не полностью они решены, да, потому что у нас есть, помимо самого проектирования, у нас есть еще другие направления деятельности, да, я имею в виду, что не предоставление услуг, а у нас есть коммерция, у нас есть финансо-экономический блок, у нас есть проектный блок, и в проектном блоке у нас, ну, как я изначально говорил, это у нас технологические решения, направления и генеральное проектирование. Вот в настоящий момент мы генеральное проектирование хотим разбить также на разделы и предоставлять услуги пакетного проектирования. Это стыкуется, кстати, с предыдущим вопросом о том, что если мы набираем портфель комплексного проектирования больших проектов, то неуплата вовремя, например, выполненных работ или неполучение аванса, или, допустим, мы приняли решение о том, что мы будем участвовать в проекте, в котором у нас не будет аванса, то мы сами для себя изначально создаем условия кассового разрыва. То есть сейчас на моменте развития этого направления мы себе этого позволить не можем. Поэтому мы хотим эту историю дальше развивать. Может быть, мы попросим наших коллег с Перформы нам как-то помочь, да? Либо мы будем искать какие-то другие инструменты и совмещать это все между собой. Понятно. Вы моделированием в смысле 3D, 4D также занимаетесь, также практикуете? Да, у нас есть отдел BIM. Мы работаем в REVITY. Направление BIM самостоятельно мы пока не выделяем. То есть это у нас сервисная служба для наших проектировщиков. Вот, может быть, в дальнейшем, да, ну, потребность у рынка такая есть, потому что не все самостоятельно, например, могут выполнить тот объем работ, который существует. Так как сейчас в промышленной направлении очень много идет реконструкции, то надо поднимать модели по облаку точек. То есть есть такая потребность, да? Но в целом BIM мы выполняем. Хорошо. Спасибо, Максим. Соответственно, все, что мы обсуждали по применению перформы к проектному институту, соответствующими корректировке, то есть к любому бизнесу, к любой практике, где основные затраты, основная себестоимость формируется трудом специалистов. Это и программирование, и подобная разработка. Я надеюсь, что у нас будет возможность еще со временем послушать ваших коллег, как они решают подобные задачи этим инструментом в других областях. Также выражу надежду, что у нас в чате продолжится дискуссия о, так сказать, хардовой изнанке софтовых методов проектного управления, о чем мы уже обсуждали с Александром Калтыковым. Мы еще вернемся к этой теме. Спасибо, коллеги, очень интересный доклад вы сделали. Ну и, собственно, вы топик стартера сегодня. Перейдем к другому докладу. Антон Александр Борисович, вы много вопросов задали в чате. Может быть, вы пару слов скажете голосом? Получится у вас? Ну, видимо, в другой раз. Да, Александр Борисович, давно вас не слышал. Да, как-то отпуска, много работы и так далее. Ну, честно скажу, да, мне вот сегодняшний день очень понравился. Достаточно конструктивно, все компактно. Единственное, у меня я не стал задавать вопросы по первому докладу, потому что, если есть такая проблема, она вообще этих ребят не касается. Она связана с тем, что, ну, с импортозамещением. Просто сейчас, так как основные поставщики, похоже, подобных решений с рынка ушли западные, а сейчас я вижу тенденцию к тому, что, ну, начинает выпускаться очень большое количество таких решений, выполненных маленькими командами. Когда ты делаешь маленькой командой, ты совершенно однозначно не успеваешь в условиях конкуренции выпустить решение, во-первых, усиленно функционально, во-вторых, защищенное с точки зрения информационной безопасности. Поэтому это даже не вопрос, а скорее пожелание коллегам посмотреть на конкурентов и уделить больше внимания вопросам соответствия требований заказчика и, в том числе, требованиям по информационной безопасности. Я вот перформу не видел, честно скажу, и поэтому судить не могу, но я видел аналогичные решения, которые, ну, мягко раз, не дотягивают до стандартов в этой области. Это, ну, достаточно важно для строительных проектов, потому что там циркулирует очень много ценной информации с точки зрения коммерческой тайны и так далее. Вот. Ну, это просто пожелание такое. А что касается, ну, других выступающих, ну, мы с ними давно все общаемся и знаем, видим мощный прогресс, и поэтому, ну, вот, как бы вопросы к ним были не из вредности, а просто для формирования у себя некой картины, в том числе и с точки зрения планов на будущее. И я надеюсь, что мы с коллегами сможем как-то повзаимодействовать, чтобы, ну, предложить стране и рынку какие-то решения, которые мы совместно разработаем. Спасибо большое. Спасибо, Александр Борисович. Да, перформа. Да, смотрите, по поводу импортозамещения, да, то есть изначально вот у нас опыт большой работы в больших международных компаниях, вот, и в последний год, когда они стали уходить с рынка, их, соответственно, отключили от мировых их систем, да, и вот те подразделения, которые остались в России, они стали независимыми, и они пришли к нам, да, и купили у нас наше решение. То есть у нас есть там большие-большие компании международные, да, которые перешли на наше решение, причем перешли довольно быстро, потому что у них система уже существовала, и они просто данные свои перенесли с, ну, там, условно, своей системой международной в нашу локальную, да, и очень успешно продолжают работать, и вообще этого перехода не заметили. Вот. То, что касается нашей компании, мы уже, там, порядка пяти лет занимаемся системой, вот, и за эти пять лет у нас очень много обратной связи, да, вот компания Eger была там один из первых наших заказчиков, мы очень много обратной связи получили, там, с точки зрения интеграции с 1С-бухгалтерией, с точки зрения отчетности, с точки зрения кадрового учета, различные отчеты, различные даже борды, да, вот, и мы очень многие решения именно отрабатывали на заказчиках, и потом, соответственно, масштабировали. То есть у нас именно наша программа, она заточена, система, она заточена на практический опыт, и мы сейчас как раз вот весь опыт за пять лет пересмотрели, оптимизировали, убрали лишнее, да, вот, переформатировали систему по факту. То, что касается данных, да, мы, соответственно, подписываем идеи с нашими заказчиками, и здесь, ну, фактически мы разворачиваем систему на серверах заказчика, то есть мы делаем некую настройку в 1С и берем данные оттуда, но при этом заказчик, все остается в контуре заказчика, мы не забираем себе никакие данные, то есть мы лишь подключаемся на этапе настройки, да, там устанавливаем необходимые настройки в систему, разворачиваем, там помогаем что-то настроить и помогаем на этапе интеграции запланировать проекты, может быть, какие-то отчеты посмотреть, но это длится, там, месяц-два, то есть мы какие-то тесты, ну, первые проекты запускаем, вот, а дальше заказчики самостоятельно эксплуатируют систему, у нас даже нет доступа, да, то есть мы говорим про Eger, то есть у нас уже, там, несколько лет, мы, в принципе, не имеем доступ к нашей системе, в принципе, да, то есть она абсолютно автономно работает, вот, ну, и в случае какого-то сбоя, окей, мы, там, можем включиться, что-то исправить, но с точки зрения безопасности данные все остаются у заказчика, и никуда во мне не уходят, вот, ну, если так, кратко, вот, на вопросы Александра ответить. Спасибо, спасибо, Виктор, кстати, у вас должна сейчас накапливаться практика, вот, возвращаясь к проектному управлению, кто как планирует, учитывает рабочее время сотрудников, и эта практика может быть весьма полезным именно для решения наших общих задач, формирования таких обезличенных рекомендаций, рекомендаций, как, что называется... Коллеги, отвечу я, да, как устроено это у нас в Эйгерте, то есть изначально, да, при поступлении запроса у нас, как я уже ранее говорил, да, есть нормы скорости проектирования по функционалу, и есть рабочая модель с пиковыми загрузками и распределением рабочего времени на той или иной стадии, да, проектирования, то есть мы это определили, мы определили, что условно в начале проекта работает два специалиста, это руководитель проекта, там, ведущий инженер, это 20% времени, да, потом идет пиковая загрузка, когда получили все исходные данные, вся рабочая группа участвует в проекте, потом нагрузка снижается, то есть пик пройден, начинается оформление, согласование со смежниками или с заказчиком, потом идет административная работа, это опять участвует руководитель проекта. После этого я сейчас рассказываю про стадию ПЭМ. После того, как условно согласованы все решения, оформлена документация, все это передается в экспертизу, на стадии экспертизы также есть пик при работе и снятии замечаний, да, с экспертами. Вот. На стадии рабочей документации примерно такая же история, только без экспертизы. Вот. И этот план загружается в перформу, и после этого руководители проекта обязательно должны отслеживать план-факт. Как они отслеживают план-факт? То есть после того, как проект начался, все сотрудники, которые участвуют в проекте, обязательно ежедневно, либо в конце недели, должны заполнить свои табели учета рабочего времени со списанием работ по каждому проекту, в котором они участвовали в течение недели. То есть это может быть и пять проектов параллельно, и два, ну, в силу специфики нашей финмодели, да, у нас может быть и пять проектов параллельно у каждого сотрудника. То есть мы боремся все-таки за максимальную утилизацию рабочего времени. Исходя из того, как они заполнили данный табель учета рабочего времени передается дальше либо линейному руководителю, непосредственно начальнику, да, на согласование, и после этого руководителю проекта для того, чтобы он в том числе проверил часы, которые списали на его конкретный проект. То есть если начальник отдела говорит, что да, действительно, он на условный проект, там, Сибура списал восемь часов в день, но руководитель проекта точно знает, что этот человек находился на рабочем месте шесть часов, он поправляет или отклоняет этот график, табель рабочего времени, да, и не согласовывает. Говорит, шесть часов я вам согласую, два часа, пожалуйста, из моего проекта исключите. Понятно. Я думаю, мы к этому вернемся еще, потому что тематика для этого класса проектов важная. Еще раз. Еще раз. Спасибо. Кирилл, а есть возможность вопрос коллегам задать? Нужно. 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 Коллеги, вот в практике, в своей, вот, как сказать, при организации подобных историй, да, со сбором трудозатрат, мы еще, к сожалению, это не дошли до такого, чтобы собирать там с исполнителя работ на площадке плановые фактические трудозатраты, то, что зачастую сам масштаб, количество очень существенный, там, от 5-8 тысяч человек бывает на площадке находится, это уже там такой определенный вызов для создания организации среды сбора фактических трудозатрат. Хотя это очень важная задача, и я думаю, что это вот ближайшие шаги для того, чтобы перейти к пониманию фактического исполнения проекта уже со стороны трудозатраты и норм выработки. Не осмотрите, какой момент. Может быть, наверное, это даже и отдельную дискуссию, потому что достаточно интересный вопрос. Вот мы сейчас много говорили о планфакт, о сборе с исполнителей распределения трудозатрат на конкретные проекты. А что является здесь, собственно, продуктом? Потому что, ведь мы же понимаем, что часто бывают ситуации, когда заказчик вносит определенные изменения, там, меняются поставщики, да, где приводит это к определенному превышению плановых трудозатрат, да, и у вас возникают дополнительные затраты. Там время рассмотрения заказчикам, да, люди при этом получают зародную плату, но время едет, да, и вы планировали там сдать в этом месяце акты и получить оплату, да, а у вас поехало время, и, соответственно, там, может быть, на месяц, на два, на три, там, по разным причинам это съезжает. Основной вопрос с точки зрения подхода, вот что является продуктом у сотрудника? То есть у него, и он просто списывает время, или у него есть там набор документов, расчетов, статуса этих расчетов, статуса этих документов, там, не знаю, МДР, вот вы применяете такой подход для организации работы? Просто, ну, скажем, смирение план-факта даст вам картину о том, сколько человек потратил на этот объект. А что он сделал? То есть что можно предъявить заказчику, как товарный продукт или какой-то промежуточный продукт? Вот как в системе здесь организована именно работа, ну, если уже в классике рассматривать по освоенному объему? Потому что там может пройти 90% времени, мы потратили там 100% бюджета часов, а результат никакой не сдали заказчику. Ну, я вот там утрирую. Вы начали? Смотрите, я сейчас начну, как система устроена, а Максим, наверное, дополнен, какую в компании реализована. То есть суть в том, что, во-первых, проект делится на части. То есть у вас, словно, там, большой объект есть, подэтапы, которые актируются, и в рамках этих подэтапов ведется учет. То есть вы смотрите план-факт не в рамках всего проекта, как говорится, 90% проекта сделано, и вы получаете убытки, и их фиксируете, ничего сделать не можете. Вы делите проект на малые этапы, и на этих этапах вы контролируете отклонения. Значит, по поводу, что получается продуктом, продуктом как раз является возможность еженедельного отслеживания вот этих отклонений, понимания, какие проекты идут не по плану. Но не по плану может быть, что люди вообще не работают, то есть большой проект, а его никто не делает. Когда компания там довольно крупная, сложно понять, то, чем занимается. То есть какой-нибудь там руководитель отдела взял, перекинул всех на горящий проект, и просто проект, она по-другому месяц может не делаться. Из моего опыта в машинерных компаниях такое случается. Он не делается, и никто не может это отследить, потому что нет какой-то там отчетности даже в часах. Если люди списывают часы, вы правильно сказали, а где результат? И тут речь идет об изменении культуры в компании, что не просто я сделал работу, ее сдал и заактировал, а что у меня есть бюджет, и когда я списал условно 90% бюджета, сотрудники понимают, что они должны дать некий результат. и что в случае, когда вы понимаете, что мы сделали, результата нет, вы приходите к сотрудникам и спрашиваете, а почему ты бюджет освоил, а результат у тебя не получился? Где документация, где модель, почему мы ничего не можем сдать? И сотрудники, они по-другому начинают реагировать, они понимают, что я не могу просто списывать часы, потому что у меня есть бюджет, если из бюджет часов я выхожу, меня начинают спрашивать, почему, почему вообще, чем я занимался, и я должен показать результаты, а их нет. Это, в общем, целая система, как все это устроено внутри, но это некая, ну, как бы, зависимость есть, да, что не могут сотрудники бесконечно списывать, да, потому что если вы, допустим, собственник, и видите, что у вас убытки, вы спросите, почему, да, кто чем занимался. Вот, соответственно, по поводу... Ну, давайте, коллеги, я продолжу, я расскажу, как это сейчас у нас. Я повторюсь на самом деле, потому что я это уже озвучил. Смотрите, в перформе, да, я сказал, что система настраивается очень гибко. То, как мы будем вести работы, разбивая их на подэтапы, например, мы можем разбить результатом работ каждого этапа, например, раздел архитектуры, да, у нас выделяется 10 этапов. Первое, анализ исходных данных, 5% от всего проекта, то есть, исходя из накопленного опыта нашей проектной деятельности, мы все этапы разбили, в том числе, на процентное соотношение внутри каждого раздела. Анализ исходных данных, графическая часть, графическая часть бьется на блоки, то есть, это можно разбить по этажам, можно по листам разбить, спецификации выделяются отдельно, да, специальные расчеты для инженерных разделов, например, конструктива, архитектуры, ИТХ, да, и все это приравнивается к какой-то сумме. Если у нас, например, стоимость контракта 10 миллионов, то в соответствии с процентной разбивкой мы каждый этап разбиваем. То есть, результатом каждого этапа должен стать результат работы по этому этапу. Если это расчеты, то в конце выполнения и закрытия работ по трудочасам и закрытия этого этапа руководителем проекта должен родиться этот расчет. То есть, директор проектов должен зайти, если он хочет увидеть результат, он заходит в папку проекта и видит этот расчет. И в этот момент он может согласовать закрытие этого этапа. Как мы у себя это организовали отслеживанием? Перформа дает нам понимание планфактного анализа. На базе Power BI, собирая со всех платформ общую информацию, мы для себя создали такую форму, в которой мы сравниваем прогресс проекта с прогрессом выполнения этапов и списыванием денег. То есть, если в настоящий момент руководитель проекта заявил и директор проекта проектов согласовал 40% выполнения проекта, а в настоящий момент по финансовым результатам списано 40% денежных ресурсов, значит, деля 2% 40 на 40, мы получаем единичку. Этот коэффициент нам показывает, что мы идем в норме. Если будет ситуация, когда при списании 60% финансов мы выполним всего 40, то мы получаем коэффициент, превышающий единичку. Значит, мы отстаем от сроков. И если, последняя, да, ситуация, если мы заявляем, что мы 60% выполнены, при этом всего лишь 40%, например, списано финансов, то мы получаем меньше единички, значит, мы надеемся и прогнозируем, что у нас результат финансов будет лучше, то есть он будет превышать установленную в компании норму прибыли. и тут важно именно то, что человек не должен списывать свои простои на проект. Исходя из этого, почему у нас двухфакторное идет согласование, что начальнику отдела по сути не важно, как его сотрудник работал, хотя он должен быть в этом заинтересован, а вот руководитель проекта всегда заинтересован в эффективности использования ресурсов. и исходя из этого, когда руководитель проекта не дает списывать пустые часы, то условно у нас там погрешность около 5-10% по проектам. То есть мы, конечно, можем включить тотальный контроль, но мы этого не делаем, потому что мы все-таки в проектном бизнесе находимся. И исходя из того, что нам все-таки надо утилизировать все часы, мы просим коллег подходить опять добросовестно, честно. И если это простой, то писать по-честному простой. Потому что от этого будет зависеть в целом понимание того, есть у нас проекты или нет. Если мы видим в настоящий момент, что у нас начался простой 10% например, или 20%, то это сразу дает нам сигнал о том, что коммерческий отдел, отдел продаж должен срочно найти проекты. Так как у нас все проектные группы поделены на направления, там, промка, медицина, фарма, да, и общественные здания, то отделу продаж дается информация о том, какой проект в настоящий момент мы должны взять. То есть и продаж, отдел продаж, коммерческий отдел в этот момент понимает, что мы можем пойти на уступки заказчику, то есть мы норму прибыли свою можем либо вообще ее опустить до нуля только для того, чтобы загрузить сотрудников, чтобы в конце года, да, у нас финансовый результат не получился отрицательным, то есть мы не должны уходить в убытки, оплачивая время, как вы правильно сказали, да, мы должны платить зарплату каждый месяц, выполняя свои обязательства, но если мы не будем загружать в полной мере своих сотрудников проектами, то получается у нас финансовый результат будет постоянно убыточный и мы не сможем содержать такую большую проектную команду. Ну, то есть некий комбинированный такой подход, то есть результатом может быть некий процесс, да, или документ, который, соответственно, там, как товарная продукция уйдет заказчику, и от этого уже там есть, я так понимаю, накапливать эти нормы своей выработки, и единственное, что здесь у вас к документам, к листажу как-то, да, здесь, ну, как просто интересно. Ну, мы вот как раньше делали, да, или сейчас делают больших проектных компаний, так строго не подходим к тому, что вот в конце, да, твоего этапа там, ты должен выпустить 10 листов, нет, не так, вот вся графическая часть, если заказчик сказал, и у нас, или у нас по договору сроки, сроками установлено, что, к примеру, там, 20 октября мы должны выпустить графическую часть, то собирается вся графическая часть, и она отправляется, да, оформляется, отправляется заказчику. В этот момент руководитель проекта имеет право списать и закрыть графическую часть, то есть этот подраздел, да, внутри программы. Ну, естественно, следующий этап при согласовании работ с заказчиком или со смежными подразделениями, там еще остается около 5%, да, он, мы увидим, насколько качественно была проработана проектная документация, то есть поспешил он, он хотел как-то в кавычках, да, обмануть руководство. То есть мы это увидим, потому что при согласовании работ он потрачит уже не 5% запланированного времени, а скорее всего 10%, а может быть, даже больше. И тем самым, опять же, он уведет свой проект от минус. Ну, и так уже там вопрос, наверное, может быть, отдельно, это уже куларно пообсуждаем, а вот с точки зрения BIM проектирования, я услышал, что есть отдельный отдел BIM, то есть они, получается, по документации потом создают модель. Не совсем так, они больше у нас являются сервисной службой, то есть, смотрите, они создают семейство, они координируют, архитекторы самостоятельно работают в ревете, если возникают какие-то сложности, они могут помочь. На больших объектах генпроектных, то есть выделяется отдельный координатор, который координирует все разделы между собой. если необходимо подготовить или создать семейство по оборудованию, они могут поучаствовать или подготовить форму для атрибутов или по требованию заказчика в соответствии с договором, необходимо какие-то дополнительные прописать или, опять же, атрибуты или выгрузку в конце сделать из модели спецификаций, то в этом участвует BIM-отдел. А в целом вы какую-то работу с точки зрения норм по модели определения прогресса проекта по модели какую-то проводите, проводили? Это просто интересно по-моему, наверное, отдельно, потому что многие же у нас измеряют прогресс исходя из готовности документов, а вот мало встречал в опыте проектных компаний, которые могут прогресс определять по модели. исходя из готовности самой модели, ее оформления, наличия разделов и так далее. Я скажу так, что у нас довольно-таки опытный начальник отдела BIM, который занимается преподаванием в ИТМО. Параллельно работой в нашей компании, компании. Поэтому такие нюансы я думаю, что мы действительно можем обсудить отдельно. Спасибо, коллеги, большое за ответы. Спасибо, Антон. Вот такие после действия они одна из самых больших источников радости для организаторов проектных сред. Кирилл, слушай, а вот копилку немного по организации. Вообще, в целом, я думаю, что это для многих и там текущих участников и в целом было бы очень интересно пообщаться вот на предмет подходов к организации, например, там учета и формирования прогресса проектных работ. Потому что, да, часто это напоминает такой бесконечный процесс, я извиняюсь, коллеги, значит, а вот найти измеримые продукты, да, которые мы потом продадим заказчику, потому что там же много внутренних различных документов, которые не являются товарной продукцией, но являются составляющей частью самого процесса. И вот здесь интересно было бы вообще пообщаться, может быть, круглого стола, либо там ряда докладов компании, которые в этом направлении идут, там, посмотреть, не посмотреть, а там познакомиться с опытом, как кто формирует свои базы нормы выработки, потому что тоже вот коллеги отмечают, что они могут менее квалифицированных инженеров там направить для экономики, но здесь есть обратная сторона медали, которая говорит о том, что они больше времени потратят на эту работу, которая более квалифицирована, что и быстрее, и главное, что здесь часто бывает вопрос в качестве, да, который потом заказчик может там несколько раз вернуть на доработку, это тоже в целом даже не с точки зрения того, что есть там замечания, а просто само время проект может удлинить здорово за счет длительной переписки. Да, коллеги, по поводу разделения на продукт, да, какой продукт в конце выпуска, смотрите, у нас очень часто, я почему в одном своем ответе, да, акцентировал внимание на добросовенности и обязательства, бывают такие заказчики, которые даже по итогу исполнения контракта не оплачивают, и мы до года два назад обычно не обращались в суды, вот, и в последнее время мы стали обращаться в суды все чаще, то есть в суде нам всегда приходится доказывать, да, вот эти продукты, то есть исходя из этой практики, мы для себя разбили все проектные работы, да, учитывая постановление правительства 87 ГОСТы, то есть на подразделы, то есть в суде юристам на самом деле легче доказывать выполненный объем работ, то есть даже у нас пару случаев есть о том, что без подписанных актов, потому что недобросовестный заказчик, например, не захотел подписывать акт, но обосновав то, что все работы по договору мы выполнили, да, мы с вот это готовый продукт наш, то есть все этапы, графическая часть, пояснительная записка, спецификация, все довольно-таки глубоко можно разбить и впоследствии разбив на проценты стоимость каждого участка и предъявив это в том числе заказчику, субподрядчику или в суде можно доказать то, что продукт был выполнен и выполнен качественно. спасибо. По-моему, это называется Forensic Analysis. У нас здесь присутствует Андрей Ерофеев, большой специалист по круглым столам. Не знаю, может он сейчас говорить или нет, но по крайней мере он слышит нас и на самом деле тема то, что мы сейчас начали обсуждать о том, как учитывать, управлять затратами времени на производство моделей, как обосновывать эти затраты, как вообще измерять. Модель же не в листах меряется. У нас примерно в прошлом феврале коллеги из Росатома докладывали о подходе, еще по пятницам было, подходе по проектным позициям. Мне кажется, там сейчас достаточно много и открытых вопросов и уже стала накапливаться какая-то практика, в том числе и судебная, для того, чтобы так сказать, эта тема была, стоила того, чтобы ее отдельно вытащить и собрать людей, собрать кого, что получается в этой области. Пометили себе, спасибо. Антон, пока ты с нами, у тебя был очень сильный доклад и я надеюсь, мы также продолжим обсуждение этой темы, собственно, уже можно говорить не только о подходах, но и о практических результатах по пакетированию работ, а через неделю, ровно через неделю, в следующую среду, уже очно, может быть, у кого-то кто-то еще хотел поспрашивать Антона, это действительно редкая возможность. Да, Павел Леонидович, я как раз о вас думал. Спасибо. Добрый день. Спасибо, Кирилл. Антон, я просто, ну, я бы не хотел к вам ни в коем разе, ни к вам, ни к предыдущим коллегам придираться, к Виктору, в частности, мы до этого специально вынесли там какие-то вопросы. Вопрос по поводу софта. Понимаете, мои вопросы к вам, они были связаны совсем не с рекламой, чего бы то ни было, а скорее с тем, что с уходом западных компаний. Мы все сталкиваемся с тем, что на рынке появилось огромное количество айтишных компаний. Ну, вот Ерофеев, в частности, наверняка скажет, что у него там в реестре что-то около 600 или около тысячи там разных компаний и около полутора тысячи разных импортозаместителей. Реально помогает это в работе или нет? Вот в чем мой вопрос был. И при этом еще немножко уточню, откуда этот вопрос. Дело в том, что ресурсный подход вообще к планированию, к любому там проекту, к строительному, он подразумевает непременную связь с БИМ-моделью. если такой связи нет, то ничего кроме базисно-индексного метода и потока мата в общем в настройке не происходит. И вы это знаете лучше меня. Поэтому собственно и вопросы. Каким образом вы сейчас в своей практике это связываете? Я-то понимаю, что реально связываете. Потому что люди, которые в Примаверии чего-то делают, они безусловно непременно смотрят на вот эти БИМ-модели, может быть руками что-то заносят, может быть там какие-то сроки, какие-то объекты берутся с БИМ-модели. Это ручная работа, как я понимаю, но это не самое страшное. Это наверное обычный рабочий момент. Вот помогает ли с вашей точки зрения софт? Павел, да, спасибо за вопрос. Много у нас с вами как сказать бэкграунда и дискуссий по этому поводу. Я совершенно может быть немножко воспринял немного в другом ключе, не в том смысле, в котором вы хотели задать в чате. Слушайте, ну здесь ну честно, я не знаю, я вот уже не один год прожил на стройке не фигурально совершенно выражаясь, а прямо в вагончиках, в тайге, в Якутии, в Иркутске, где там разное количество соответственно объектов и масштаба, вот, и что можно вот по этому поводу сказать. Первое, у нас, я не знаю, как другие тоже коллеги здесь могут про себя отметить, я вот исключительно с позиции своего опыта и работы, у нас очень большая проблема вообще с бим-моделированием до сих пор, то есть полноценно взять модель от проектировщика ее там применить и сильно ускорить сроки, но это пока для меня некая фантастическая задача, потому что, к сожалению, некоторые проекты, объекты, на которых довелось участвовать, есть не то, что опыт, а есть примеры, когда мы получаем модель и в ней там 800 или 900 коллизий, в модели, которая сдана заказчику. Я уже не говорю о том, что те требования, которые к модели пишут, не будем говорить о степени подробности и детализации, зачастую просто не выдерживаются со стороны компании. Это не в угоду или в пику текущим выступающим. Я к тому, что часто мы наблюдаем картину, когда сам заказчик, когда формирует требования к модели, он не вполне понимает, а как он дальше ее будет использовать. Скажем так, что большинство проектных компаний их ключевой сценарий применения это выпуск документации по этой модели, потому что за эту документацию он и получает деньги. Понятно, могут быть отдельные этапы, где выделена отдельно BIM-модель, но со стороны заказчика не всегда есть специалисты, которые в состоянии оценить ее полноту, провести эту проверку на коллизии и организовать реестр исправления и убеждения в том, что эти коллизии исправлены. Поэтому часто все равно приходится сверяться с бумагой, с рабочкой, для того, чтобы убедиться, что те объемы, которые мы извлекли из модели, они вообще соответствуют жизни. Поэтому если скажем главного соответа на вопрос, что, конечно, любые системы автоматизации упрощают жизнь. Безусловно. Вопрос качества исходных данных, которые мы туда закладываем. вот это вот сейчас, наверное, ну, по крайней мере, в моем пути, ключевая проблема и такая боль проекта. С точки зрения графики все может быть очень красиво исписовано. Когда начинаешь ковыряться с содержимым, возникает очень много вопросов. Можно я тебя дополню? Да, сейчас еще здесь история о том, что некоторые компании имеют отдельные отделы моделирования или вообще нанимают кого-то для моделирования BIM-моделей и часто это не сильно квалифицированные люди и опять-таки не в обиду всем будет сказано. И модели, которые у них получаются, они даже не всегда документации соответствуют. Вот. Если модель сделана качественно, если заказчик не сформулировал требования ее наполнения и содержания, которые нужны и требуются для организации строительства, вообще нет вопросов. Мы здесь существенно экономим свои трудозатраты на извлечение данных. По поводу большого количества компаний и продуктов совершенно согласен. Но опять-таки личное мнение, что часто это как-то это как некие фантазии. Человек думает, вот стройка наверное это вот так вот. И придумывается решение, делается, выводится на рынок. Я не знаю, я вот очень много мифов у себя в голове разрушил, когда там на полгода на объекте потрудился строительным. В общем, скажем, для офисной работы, для того, чтобы организовать подготовку данных, да, супер здорово, много решений, которые действительно там решают большинство вопросов, связанные с организацией, подготовкой данных для календарного планирования, для организации работ на площадке. Ну, вот скажем так, настоящих хороших решений на самих площадках, которые помогают собирать данные, распределять их, не знаю, честно, мало в опыте. Ну, здесь в основном тоже такой опыт, что очень много удаленных объектов от благ цивилизации, и часто и окружающий там персонал, он, в общем, очень далек от компьютеров, вот, и проще с помощью, там, скажем так, татарского языка объяснять, где и что требуется делать, вот. Поэтому я, несомненно, конечно, обеими руками за цифровизацию, несомненно, за то, чтобы мы как бы можно лучше повышали свой уровень цифровизации настройки, но, честно, хочется вот разработчиков решений посадить на полгода настройку, на реальную, чтобы они, в общем, прониклись проблемными вопросами и уровнем квалификации людей, которые работают с продуктами, чтобы они тоже в состояние, в чувства пришли. Вот, извините за эмоциональность, но тут, скажем так, что называется новое тело. Сейчас по делу. Ну, я хотел добавить еще, если разводите, два слова. Натон, мне кажется, очень старался говорить мягко по поводу среднего качества BIM-модель. Мне кажется, боялся сказать жестко, но, мне кажется, сказал очень мягко. Я уже отвыкаю от, извиняюсь, мата, потому что, честно, полгода стройки, это прямо уже потом просто, как это, 30-летний прораб со стажем умеет смотреть матом. То есть, я долго от этого обрежался после такого опыта. В общем, я хотел тебя просто поддержать по поводу качества BIM-моделей и то, что их, по сути, в своей большинстве случаев фактически невозможно использовать на практике. И происходит это ровно. Ну, это ровно. по той самой причине, что модель заказывается без понимания тех кейсов, как она будет использована. Поэтому, грубо говоря, то, что называется EIR, в 90% случаев копируются у кого-то. Сделайте нам в соответствии с этим EIR. Ну, сейчас уже слово EIR многие выучили, и теперь его просто копируют. но копируют при этом не понимая кейсов применения. Кейсов применения этой самой модели. Это действительно проблема. И дело даже не в тех самых коллизиях, про которые ты говорила, а в том, что моделирование тех или иных элементов даже с выигранными коллизиями, когда их выкинуть, оно иногда не позволяет посчитать объемы. Потому что так смоделировали. Такие детали. Так сделали. Так сделали фасад, что он пустой. То есть там нет тех деталей, которые должны были бы быть, чтобы посчитать этот самый фасад какой-нибудь. Ну, к примеру. И такого очень-очень много. И работа получается с моделью эффективная тогда, когда действительно от начала до конца есть люди, способные сформулировать требования, как будет потом, как она потом будет использована. И здесь это либо прерогатива каких-то EPC, которые имеют у себя строителей на борту и имеют уже опытных с информационной моделью, которые могут описать хотя бы, как они будут применять. Даже не на площадке, а даже в офисе. Но тем не менее. Ну, либо каких-то нанятых консультантов. Вот у заказчика пока не наработана эта практика в массовом сегменте, скажем так, у единицы. Можно добавить, вот с точки зрения как раз с проектировщиками довольно плотно работаем, довольно долго. То есть на самом деле тут есть вопрос в том, что результат все-таки для большинства заказчиков это чертежи, которые уже шли в производство работы и по которым строятся. А модель, она, ее сразу обычно никто не требует. Никто не требует теперь выкусить модель, а потом из модели чертежи. Здесь был вопрос как раз, а вот что у вас занимается, чем бимодел, вот он занимается моделированием. На самом деле моделированием занимаются сейчас проектировщики. Они делают эти модели изначально, из модели делают чертежи. Но действительно многие заказчики не знают, зачем эти модели. Они берут И ИРы, и БЕПы их копируют, они одни и те же, и их даже невозможно прочитать. То есть там БЕП может быть в 100 с лишним страниц. Если спросить проектировщиков, которые делают, а читали ли вы этот БЕПы, вы знаете вообще требования, большинство они просто даже не понимают, что там в договоре. И то же самое заказчик, который скопировал эту модель, ну вот эти требования, он не может принять эту модель по своим требованиям, потому что нет людей, которые настолько хорошо разбираются в БЕМе, чтобы вот эти все требования, соблюдения их проверить. Поэтому это больше сейчас, ну у многих заказчиков это как формальность, да, у меня есть БЕМ-модель, у меня есть к ней требования, но она сделана формально, ну как, я не знаю, чтобы завершить там работу и заактировать. Но вот именно контроль этого, ну он есть у многих заказчиков, да, вот вы правильно сказали, EPC, те, кто строят, те, кто выгружают объемы, да, вот рабочку делают, но это там не так много таких серьезных проектов, вот может быть, вот там Захар Хадид, вы показывали, Сберовский, да, проект, еще какие-то, вот они действительно большие, там и люди готовы платить деньги, вот, потому что любая БЕМ-модель, она, соответственно, это дополнительные требования к проектированию, дополнительные требования к затратам, вот, и это все серьезно удорожает проектирование, да, то есть одно дело выпустить чертежи, даже из той же модели, да, по ним построить, а другое дело сделать модель, который будет там по лотам, по всем, все проходить, все там детально, это как бы еще сверху определенные работы, вот, и наша как бы-то история про что, что когда проектировщики не понимают, что такое бюджет, из чего он формируется, как условно увеличение сроков, увеличение, там, ТЗ влечет на изменение бюджета, да, так как все это складывается на финансовой модели, там, всего проекта, да, то БЕМ это просто следующий уровень, это вот мы делаем бюджет, мы делаем, там, чертежи, и мы делаем модель, да, и вот уже мы анализируем, там, затраты на каждый, там, из этих этапов, затраты на моделирование, затраты, там, на спецификации, затраты на какой-то, там, мэппинг и выдачу, там, подрядчикам, чтобы они оценили стоимость, да, чтобы, там, не знаю, перенос, не знаю, там, семейств под структуру заказчика, да, чтобы это все выгружалось и уже формировались сметы автоматически, это все, на самом деле, вопрос стоимости в том числе, да, и сейчас на рынке, вот, одна из проблем, что есть, как бы, там, за метр фиксированная цена у заказчиков, да, вот они по ней, там, проводят тендеры, по ней выбирают проектировщиков, и проектировщики вынуждены в эту цену укладываться, и когда такой, там, ЕИР на 100-200 страниц, понятно, что в цену, там, за метр среднюю по рынку очень сложно сделать такую модель, и проектировщик либо в убыток себе делает, да, либо просто ее, там, максимально облегчает, упрощает и не, ну, там, и многие вещи не упускает, вот как раз вот настройки, это все потом всплывает, да, что в модели нет каких-то данных, это все сложно потом использовать с точки зрения осмечивания, вот, но это вопрос, опять же, вот, бюджетировать, то есть, проектировщик может обосновать стоимость, как это формируется, что это потребуется дополнительные трудозатраты, что мы можем сделать вам модель, если вам нужна, но это, там, дополнительные, там, деньги какие-то, да, и сроки в том числе, тогда это все работает, вот, ну, так вот, базово. Спасибо, коллеги. Антон, ты еще хотел пару слов сказать? Порывался, да, ну, я думаю, что... Только мы не будем, давай здесь воспроизводить характеристики разработчиков программного обеспечения, в частности, которых именно граждают уважаемые строители. Ну, я бы сказал, наверное, так, что, ну, как резюме, что здесь нам, с одной стороны, требуется определенная цивилизация заказчика, и ему, собственно, пояснение о главном формировании на его стороне штата специалистов, которые в состоянии сформулировать цели и задачи для наполнения, содержания, структуры элементов BIM-моделей, которые ему передаются. Вот, и он должен четко понимать, что каждый, получается, стадия жизненного цикла проекта, это своя, грубо говоря, модель со своими требованиями, со своим содержанием. Потому что на этапе проектирования это, условно, принятие технических решений, да, выпуск документации, той, которая пойдет на площадку. Вот, на стадии стройки это уже другая модель, потому что нам нужны другие структуры, другие границы, подходы к организации монтажа тех или иных элементов, там, сетей, трубопроводов, сетей, там, ВК и оборудования, вот, металлоконструкций. То же самое, следующий этап – это эксплуатация. Это отдельный тоже вопрос, который тоже по-другому может структурировать данные и графические, и атрибутивные. Вот. Здесь, конечно, нашими семинарами подобными, да, встречами какой-то другой просветительской работы всячески вот приводить заказчиков в состояние готовности и наличия кадров, которые могут и сформулировать, а потом и принять эту работу. Вот. И я думаю, что здесь тоже вот немного в разговор о том, по поводу систем автоматизации, что здесь тоже требуется класс разных систем. Вот я в этом убедился окончательно, что есть те продукты, которые предназначены для формирования отчетов, условно говоря, офиса, да, на том уровне данных, которые там нужны, и с той уровня детализации и прочего. А на площадке нужны совершенно другие продукты. И логика их работы и взаимодействия, она отличается от того, что мы наблюдаем сейчас. А, к сожалению, часто пытаются все это, ну, как сказать, таким нахрапом, наскоком сделать на основе существующих продуктов. Вот. Настрой саму площадку, на уровень, там, бригады и исполнителей опускать примаверы, ну, нет никакого смысла. Это всегда, ну, не знаю, по-моему, оба-то всегда это заканчивалось полным провалом. Потому что там либо надо гигантский штат содержать на площадке людей, которые могут это все вести и коммуницировать с производителями работ, либо как-то вытягивать уровень самих производителей работ. Вот. Они иногда и русского-то не очень сильно хорошо понимают. Вот. Поэтому здесь, наверное, ну, как сказать, в наших руках это задача принести свет в эту всю историю и помочь работчикам сделать такое разделение и семейство, наверное, продуктов, которые будут отличаться за разные этапы и, наверное, и за разные классы систем, которые, с одной стороны, будут там заниматься условно укрупненным неким, да, планированием, а с другой стороны, уже другой класс систем, которая помогает это все организовать уже на площадке. Вот. Спасибо, Антон. Хотел еще Алексея попросить пару слов сказать в завершение. Алексей, ты с нами? А я здесь. Собственно, ты говорил как раз об этом, что заказчику надо, так сказать, помогать формулировать те задачи, которые будут моделироваться и на этапе проектирования, и на этапе непосредственно строительства. Очень много упирается в уровень подготовки заказчика, в его цивилизованность. Ну, я бы, знаешь, добавил еще, что очень много упирается в его бизнес-модель, потому что на самом деле цивилизованность – это как-то характеристика того, что хочет человек или не хочет, да, там, чтобы у него все было чистенько и аккуратненько, и на площадке тоже было убрано. Вот. Основное, мне кажется, непонимание на текущий момент, что очень многие заказчики имеют, ну, действительно, разную бизнес-модель взаимодействия со своими подрядчиками, взаимодействия со своими, там, стейкхолдерами и так далее. И вот здесь, мне кажется, от контрактной модели надо прессать прежде всего и от тех целей, которые заказчик преследует. То есть, ну, например, если мы говорим про информационное моделирование и подходы к планированию и контролю стройки, то, приходя, например, в компанию MR Group, ой, у меня там 6 лет, мои клиенты, то я понимаю, что им вообще график не нужен. Ну, им вообще не нужен никакой календарно-сетевой график. Их подход к взаимодействию с генподрядчиком – это брать самых дорогих, топовых подрядчиков с рынка, отдавать под них разработку рабочей документации, то есть рабочая разрабатывается на стороне генерального подрядчика, и, соответственно, контролировать по ключевым вехам и по основной, ну, по ритмичности освоения денежных средств и видеокамеры на площадке. И это работает. То есть, этого достаточно в их бизнес-модели. И основной KPI – это сроки, то есть строить быстро. Если ты приходишь в какую-то другую компанию и понимаешь, что ключевым критерием является на стороне заказчика, ключевым критерием является не отдать маржу генеральному подрядчику, и он, например, заводит генподрядную организацию аффилированную, то совершенно другие задачи возникают. То есть, начинается сложнейшая информационная работа со справочниками, с ресурсами, со складами, с вот этой вот всей, ну, с такой детальной проблематикой. Вот. Поэтому не надо мерить, скажем так, информационную наполненность, информационную модель, наличие или отсутствие графиков только уровнем культуры. То есть, на первом месте все-таки стоит, я это называю, бизнес-модель. Спасибо, Алексей. Андрей, ты, наконец, можешь сказать, извини, я тебя тогда вызвал и перебил. Да, ну, коллеги, хотел немножко в тему рассказать такую историю. Недавно читал статью иностранную, к сожалению, вот сейчас вот искал-искал-искал всю эту беседу, мне удалось ее найти, ссылку сбросить, но постараюсь со временем. Так вот, там интересно отмечалось, несмотря на то, что это иностранцы, хотя вот я когда читал, такое ощущение, что прямо про нас было сказано. Статья была посвящена, скажем так, уровню неприятия BIM-а его участниками на жизненном цикле. И в рамках этого были выделены некие стадии. То есть, было сказано, что сначала это была первая стадия, это была инновация, и связанные с этим определенные причины неприятия. Вторая стадия – это стандартизация. То есть, после нее тоже происходит определенное неприятие. И вот рассказываю все это ради того, чтобы сказать о третьей стадии. Так вот, третья стадия называется систематизация. И сказано, что только после нее действительно будет какой-то результат. Ну, по мнению этих авторов этой статьи, что сейчас мы, по сути, все, что не делаем, это действия не системные, это действия, как-то, скажем так, слепых котят. Сначала мы просто верим, потом мы быстрее-быстрее все, что наработали, там, напихали. А, ладно, так сойдет, стандартизовали. И только после третьей стадии пойдет действительно какая-то реакция по принятию этого дела. Четвертая стадия предполагает автоматизацию, которую они назвали упрощение. То есть, на самом деле, говорят о том, что даже несмотря на то, что все требования, процессы и прочее-прочее будут детально на этапе систематизации проработаны, без, ну, точнее, там это называлось гиперавтоматизацией, без скачка в автоматизации по сравнению с текущим уровнем автоматизации, BIM все равно до конца нормально не будет приемлем людьми. То есть, и ожидаемый эффект будет только тогда, когда вот этот гиперскачок произойдет. Ну, например, с влечением, допустим, того же искусственного интеллекта, мультиагентных каких-то технологий и чего-то еще. И, безусловно, на этом же витке мы попадаем на всю ту же самую цепочку. Заново. Инновация, стандартизация, систематизация и пошло-поехало. Вот. А вообще, в целом, хочу сказать, что, чтобы мы тут не обсуждали про BIM, про цифровые двойники, да вообще про все, что угодно, про методики управления и так далее, ничего нового тут никто не придумал, в том плане, что проблемы одни и те же. Процессы, их отсутствие с точки зрения постановки и так далее, связанные с ним требования, в том числе, ну, цели и требования. Технологии, которые реализуют эти процессы так, чтобы, ну, энное количество параметров, в том числе информационных характеристик было обеспечено. И, конечно же, люди. Вот. Поэтому то, что обсуждается вот здесь вот на совнете, по-моему, самая удачная, вечно-вечно жизненная тема относительно трех составляющих. Ну, вот, коллеги, нам еще долго-долго-долго обмусоливать одно и то же. Единственное, что, как вот Виктор Клепа часто говорит, можно не только обмусоливать, но и что-то, делать какой-то вклад, чтобы у нас движение было. Иногда оно после пинка под задом происходит, иногда еще по каким-то причинам. Но желательно, чтобы мы не только сидели, а мы же еще, возраст у нас меняется, да, мы начинаем ворчать, стареть. Вот желательно, чтобы мы все-таки не просто сидели и ныли, вот, там плохо, там плохо, там плохо, а действительно, вот пришли через год и сказали, «Так, а я вот смог, я сделал, несмотря ни на что». Ну, это я так, это нотку, мне не свойственен оптимизм, но мне очень хочется нотку оптимизма внести в нашу беседу. Все, коллеги, спасибо, до свидания. Спасибо, Андрей. Ну, вот на БИМ-форуме 7 июня мы, я надеюсь, продолжим эту тему по управлению затратами, по обоснованию затрат на информационное моделирование. Тема действительно, прошу прощения, серьезная. Нужно будет к ней отдельно возвращаться, и хорошего решения там пока, как понимаю, не видно. Ну, прошу прощения, все уже, горло садится. Я хотел бы поблагодарить всех, кто нас слушал очно в записи. Отдельная благодарность докладчикам сегодня была, на мой взгляд, в выдающейся проектной среде. Мы действительно прикоснулись к... Ну, в общем, сделали, как задумывали, что не всегда получается. Прикоснулись к фронтиру, к тому, что получается не у всех. И на этапе проектирования, и на этапе строительства, и на стороне заказчиков. Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении. Через неделю, 24 мая, мы собираемся очно в Петербурге, в Циферхаусе, в Новой Голландии, на конференции, первой конференции по проектному, по пакетно-узловому методу в строительстве. Конференция бесплатная, но нужно заранее зарегистрироваться. Ссылка есть на... Информация есть на сайте Савнета. А 7 июня мы собираемся в Москве на БИМ-форуме. Уже платное мероприятие. Ну, надеюсь всех там увидеть. Это уже не столько про проектное управление, сколько про цифровизацию в строительстве. Впрочем, куда она денется без проектного подхода. И впереди нас ждут новые проектные среды. В том числе и по строительной тематике, которые мы сейчас готовим. Анонсы будут в чате и на сайте. Итоги нашей встречи будут на сайте, видимо, завтра, Николай. Как получится их сделать. И всем хорошего вечера. До новых встреч. Всем успехов в нашем деле по продвижению реальной культуры проектного управления и применения, грамотного применения цифры в практических делах. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Я так понимаю, благодарственные их сообщения в канале организаторам приветствуются. Спасибо. Да, конечно, Александр. Нам с тобой не забыть переговорить про хардовую изнанку софтовых практик. Да, сейчас наберемся. Всех благ.